Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Прошу прощения за небольшую задержку. Технические нюансы улаживали. Меня зовут Сергей Кулешов. Я приветствую вас на нашем вебинаре. У нас планируется целая серия вебинаров, посвященных Bittrex управлению сайтом, в рамках которых я и мои коллеги расскажем о том, как вообще начинать работу, то есть с чего стоит начинать работу при создании интернет-магазина, ну и какие вообще возможности, какие функции управления, опыт поможет вам в создании вашего интернет-магазина. Сегодняшний вебинар у нас, скажем так, стартовый, самый первый. Мне, так сказать, досталась честь открывать эту серию вебинаров. И у меня, наверное, одна из самых таких интересных задач – показать все с самого-самого начала, с чего вообще все начинается. С технической точки зрения, конечно. Организационную часть мы здесь пока не берем, хотя у нас будут коллеги, и сегодня, в частности, коллеги из компании Первый Бит расскажут в интересных вещах. Сейчас мы потихоньку в формате вебинара сегодняшнего тоже поговорим. Прежде всего, немножко организационного момента, связанного с самим вебинаром. Для тех, у кого нет звука, есть специальный слайд. Если что-то не так, вы можете попробовать сделать то, что написано, хотя вы все равно не слышите, поэтому это бесполезно. Для тех, у кого есть звук, я скажу важную вещь. Вебинар записывается. Это означает, что буквально в течение нескольких часов, максимум пары дней, иногда бывает сложно с конвертацией видео, он будет выложен на нашем канале в YouTube, и, соответственно, ссылка на него размещена в разделе «Вебинары» на основном сайте 1SBitrix. Немножко по… да, у вас есть вопрос, возможность задать вопрос. Это закладочка «Questions». Прошу прощения за английский язык в интерфейсе. К сожалению, GoToWebinar является одной из самых надежных систем для организации вебинаров, и мы ее используем в связи с этим. К сожалению, нет пока русского интерфейса, хотя коллеги нам обещали. В закладочке «Questions» вы можете задавать свои вопросы в течение вебинара. Я буду периодически останавливаться между, скажем так, функциональными блоками и отвечать на ваши вопросы голосом. Обращу ваше внимание, что вы не видите вопросы, которые задают другие участники вебинара, пока я на них не отвечу, но я их все буду озвучивать, поэтому не волнуйтесь. Вопросов, я уверен, будет много, и мы с вами сможем пообсуждать. Немножко по структуре самого вебинара. Сейчас, одну секундочку, я специально открою наш сайт. И это, собственно говоря, страница анонса события текущего, которая называется «Серия вебинаров». И вот наш с вами первый вебинар 11 августа. Вот его расписание. Собственно говоря, об этом я и хотел немножко поговорить. Вот именно здесь будет размещена видеозапись, и я сейчас сброшу ее в ответ, и вы сейчас, кстати, увидите. Вот как раз один из случаев, когда техника немножечко подводит. Так, я надеюсь, что сейчас у нас связь восстановилась, и я прошу вас в закладочке как раз questions тех, кто сейчас к нам подсоединился, написать, что все в порядке, и вы меня видите и слышите. Можно просто плюсиком, минусиком, окей там и так далее. Вот, к сожалению, да, бывают такие ситуации, когда техника слегка подводит. Спасибо большое. Да, я вижу, что все в порядке. Будем надеяться, что те, кто тоже отвалился от нас, сейчас постепенно к нам подсоединятся. Но, в конце концов, я еще не начал основную часть, так что будем надеяться, что в этом ничего страшного нет. Итак, о чем мы сегодня говорим? Значит, повторюсь. Первая часть с 11 часов. То есть вот сейчас моя, меня зовут Сергей Кулешов, и я буду рассказывать о первичной настройке установки Bittrex, об управлении каталогом, о том, какие возможности он имеет по поиску и настройке там внутри, и вообще работы с товарной базой. Ну, мы поговорим немножко о мобильности сайта и так далее. Вообще о большинстве основных, скажем так, возможностей представления готового сайта. Вторая часть – это Анастасия Лапина, руководитель веб-студии Первый Бит, и она у нас выступит с закладом безопасный e-commerce. Ну, я не буду зачитывать ее тезисы, вы их видели прекрасно сами. Анастасию ждем, она примерно в 12 с чем-то начнет свой доклад, свое выступление сразу после меня. Еще раз напомню, что у нас запись, как обычно, ведется, и даже после небольшого сбоя, я сейчас проверю, все в порядке. Итак, ну что же, у меня довольно непростая задача вам сегодня показать технику. Начну свою часть. Вообще платформа 1S Bittrex. Очень многие задают вопрос, почему 1S Bittrex. Да, на самом деле платформа в России, да и не в России, а даже и в мире, довольно-таки известная и популярная. Она заслужила свою репутацию уже довольно-таки давно. С 2000-х годов мы занимаемся разработкой именно платформы для управления сайтом. На самом деле там аж с 97-го первые продукты начали выпускаться в нашей компании. Поэтому, в общем, такие довольно-таки известные сторожилы на этом рынке. И, в общем, рынок отвечает нам взаимностью в этом отношении. Вот небольшие представления о том, что происходит на рынке вообще использования платформ для разработки интернет-проектов. И увидите, что в России автоматизированный опрос доменов проводит компания iTrack. Она делает это с такой, с хорошей периодичностью. И вот на текущий момент среди всех доменов RU, среди всех коммерческих систем управления на доменах RU, 62% занимает 1S Bittrex. Вообще у нашей компании больше 140 тысяч клиентов. Это количество лицензий, которые было продано и используются нашими клиентами для своих интернет-проектов, среди которых, как видите, больше 26,5 тысяч интернет-магазины. И вообще внедрением, разработкой и поддержкой интернет-проектов занимаются наши партнеры, из которых стоит наша партнерская сеть, самая большая партнерская сеть в Европе. Это 12 тысяч партнеров. Это веб-студии в России, в странах СНГ и вообще в мире, которые занимаются реализацией и настройкой наших продуктов. Также наша платформа отличает такая замечательная штука, как Marketplace. Marketplace – это магазин решений для Bittrex, некий такой App Store или Google Play, если кому привычнее андроидовские понятия, для Bittrex. То есть различные дополнения, готовые интернет-магазины, готовые сайты, всякие фишки, приложения для Bittrex, которые расширяют его возможность. Туда могут входить как простые маленькие инструментики, так и, в общем, большие полноценные модули и, в общем, целые сайты. Многие из этих решений в Marketplace бесплатные, вы можете их спокойно устанавливать на свой сайт, пробовать использовать, ну, не понравится, удалить. Но в целом это во многом помогает расширить функционал сайта очень простыми способами, очень простыми, очень быстро сделать сайт удобнее для ваших посетителей, проще в управлении для вас и так далее. Обращайте внимание на Marketplace и, в общем, это вам поможет быть действительно лучше. Мы совсем недавно выпустили новую версию. Это версия 15.5. Вообще мы выпускаем две версии в год. Два релиза производим. И следующий релиз будет осенью. Это будет версия 16. Пока точной даты неизвестна, но это будет где-то, наверное, ближе к зиме. Но осенью, поздней. В прошлом релизе мы выпустили довольно много интересных моментов, связанных с конверсией интернет-магазина. Вообще это один из самых важных, наверное, моментов в области интернет-магазина, вообще интернет-торговли. Это конверсия, это тот показатель, за который, работать с которым мы можем помочь вам с технологической точки зрения. Понятно, что объем рынка, в общем, для вас, как для участника рынка интернет-торговли в той или иной сфере, он примерно конечен, количество игроков примерно понятно. То есть вы понимаете, что там рядом с вами вашими же товарами торгуют там 10, 20, 100 или 300 магазинов, может быть, тысяча магазинов, да, и, в общем, аудитория интернета, она растет не очень большими темпами. Платежеспособная аудитория ваша растет не очень хорошими темпами. При этом рынок контекстной рекламы сформирован, рынок SEO-продвижения тоже. То есть, в принципе, примерно понятно, какие нужны затраты для того, чтобы получить определенный поток посетителей на ваш сайт. Но, пожалуй, не менее важно, помимо просчета рекламных компаний, вкладывания денег в продвижение и так далее, не менее важно обеспечивать хорошую конверсию интернет-магазина. То есть преобразование этих посетителей, которые пришли к вам по рекламе, в покупателей на вашем сайте. Безусловно, качество посетителей очень сильно влияет на конверсию, и над этим вам нужно работать. Мы пытаемся и в этом вам помочь с точки зрения привлечения покупателей, такие как автоматизирование контекста, такие как различные персонализированные рассылки и так далее. Но и внутри магазина работать с конверсией бывает на самом деле очень важно. Поэтому целый блок функционала был выпущен для того, чтобы в магазине можно было понимать, какая конверсия сейчас по тем или иным источникам трафика присутствует, строить модели, бизнес-модели интернет-магазина, то есть понимать, в какие каналы привлечения посетителей имеет смысл вкладывать деньги, а в какие там нет. Ну и, собственно говоря, работать над самой конверсией, понимать, какое действие на вашем сайте, какие изменения повлекут к увеличению этой конверсии, то есть увеличению количества посетителей, пришедших на ваш сайт, сконвертированных в покупателей, которые приобрели у вас ваши товары. И для этого вы видите у себя на экране целый ряд инструментов. В процессе нашей, в серии наших вебинаров мы обо всех о них, безусловно, детально поговорим. И вы узнаете, собственно говоря, о том, как ими пользоваться и какую действительно пользу они приносят. Напомню также еще один момент, связанный с нашей платформой, ее отличительной чертой. Это, пожалуй, то, что платформа, вообще один из Bittrex перестал быть просто набором кода, который вы получаете в архиве, распаковываете на сервере вашего хостинга и, в общем, начинаете работать. С нашей точки зрения платформа давно превратилась в целую облачную группировку или инфраструктуру. То есть помимо самого кода, самой платформы, которую вы можете получить, приобретя лицензию или скачав демо-версию, вы также от нас получаете целый набор облачных сервисов, которые в том числе направлены на то, чтобы сайт всегда работал. Для этого есть сканеры безопасности, мониторинг сайта и уведомления о том, что он перестал работать. Резервное копирование, проверка скорости сайта и так далее. Для повышения конверсии это такие вещи, как, например, персонализация, наш сервис Big Data, это такие сервисы, как CRM, которые вы можете использовать, используя продукт Bittrex24, интегрируясь своим сайтом, обрабатывая все заказы, лиды, все, что приходит с вашего сайта в системе CRM. Это различные удобные фишки, например, организация видеозвонков с вашими посетителями через сайт или хранение огромных массивов файлов в облачных хранилищах и так далее. Целый ряд на самом деле облачных сервисов, которые подключены к платформе и используются ей как свои родные, не требующие от вас никаких дополнительных действий для их, в общем-то, подключения. Исключительно настройка. Ну что ж, с этого момента мы, пожалуй, перейдем уже к практике. Небольшое вступление у меня, так сказать, получилось. Сейчас я посмотрю, нет ли каких-то организационных вопросов. Так, я вижу, что, да, была проблема с записью, с отключением от вебинара. Да, к сожалению, такое произошло. Ну, сейчас вроде все в порядке, вебинар работает. Система, по крайней мере, мне показывает, что с трансляцией у нас все в порядке. Презентацию эту получать, я думаю, нет смысла. Она, как вы видите, состоит из пяти слайдов и, в общем, не несет особой ценности. Она сделана исключительно для такого информационного захода. На самом деле, видео вебинара, я еще раз повторюсь, записывается, и оно будет доступно вам в ближайшее время. Так, ну что же, начнем с, наверное, самого начала. У меня будет первая часть, она займет минут 10. Она посвящена непосредственно установке Bittrex для тех, кто только начинает вообще работу или хочет только попробовать платформу в своем, так сказать, интернет-магазине или в своей деятельности. Поэтому, если у вас уже Bittrex есть или если он уже установлен, или вас это не интересует, вы можете успеть выпить чашечку кофе, пока я рассказываю остальным, как это происходит. Ну, давайте так. Вообще, на самом деле, самым, наверное, простым способом попробовать Bittrex, если для этого нужно, ну, скажем так, вы просто хотите посмотреть, что он у себя представляет, посмотреть на демо-версию, можно обратиться к нашему сайту, который так и называется, BittrexLabs.ru. Ой-ой-ой, сейчас, секундочку. BittrexLabs.ru. Это так называемая виртуальная лаборатория 1S Bittrex, где, пройдя несколько шагов, вы получите полноценную платформу для работы. На нашем хостинге она размещена. В течение трех часов вы получите полный административный доступ к тестовой установке 1S Bittrex. Буквально надо заполнить два поля, придумать себе пароль, набрать вот этот код на картинке, и вы получите демонстрационный сайт на базе платформы 1S Bittrex. Это один из вариантов. На самом деле мы сегодня с вами будем чуть сложнее, чуть продвинутье с Bittrex работать, поэтому мне демо-версия на три часа не подходит, и у нас есть возможность скачать пробную версию 1S Bittrex. Ой-ой, это я зашел в корпоративный портал, прошу прощения. 1S Bittrex скачать на свой компьютер, и, в общем-то, установить на своем компьютере и работать с ним. Здесь тоже есть несколько вариантов. Во-первых, есть готовый экзешник для Windows. Вы можете просто скачать пробную версию в формате экзе, это будет редакция бизнес. Она установит на вашем компьютере все, что необходимо для запуска Bittrex внутри вашего компьютера. Обычного компьютера для этого не нужен даже сервер никакой. Но и сейчас мы не будем использовать этот вариант. Во-первых, у меня Mac, как вы, наверное, заметили, и для меня эта штука не сработает, поэтому мы с вами пойдем по пути виртуальной машины. Мы с вами создадим виртуальный сервер внутри моего компьютера и запустим все, как будто это настоящий хостинг. Для этого нам нужна виртуальная машина. Это такой продукт. Вот у нас здесь находится продукт, виртуальная машина. Если мы сюда перейдем, мы увидим, что есть несколько вариантов. Виртуальная машина на самом деле штука такая, довольно для продвинутых пользователей, однако вот в примитивном случае, как запуск Bittrex, пользоваться ей довольно просто. Можно выбрать любую из виртуальных машин для любой среды виртуализации. Как видите, мы поддерживаем VMware, Hyper-V, это для Microsoft, и VirtualBox. VirtualBox совершенно бесплатная среда виртуализации, именно ее я буду использовать. Если вам интересно экспериментировать с Bittrex на своем компьютере, я тоже рекомендую использовать VirtualBox, он кроссплатформенный и позволяет запускать виртуальные сервера прямо на вашем ноутбуке или в вашем стационарном компьютере обычно. Вот у меня, собственно говоря, менеджер управления VirtualBox, и скачав вот этот вот файлик, я сейчас при вас скачивать не буду, потому что он довольно-таки объемен, и прямо сейчас это займет время. Скажу сразу, что у меня уже все скачено. Все, что мне нужно сделать, это импортировать данную конфигурацию в свой VirtualBox. Вот у меня на рабочем столе лежит скачанная папочка, и вот этот файлик я его сейчас включу. Собственно говоря, здесь первичные настройки. Единственное, что я сделаю, чтобы мне было чуть более комфортно работать, изменю объем оперативной памяти для сервера на 1 гигабайт. Ну и, в общем-то, с этого момента будет запущен импорт виртуальной машины. Что это даст? Это полностью сконфигурированный веб-сервер, который оптимизирован под работу 1S-Bitrix и обеспечивает довольно хорошие характеристики. То есть даже на моем компьютере, несмотря на то, что это никакой не сервер, в машине будет выделено всего ничего, 1 гигабайт оперативной памяти. Она будет вполне полноценно себе работать. Единственный нюанс, который нужно запомнить, если вы планируете таким образом настраивать себе Bitrix, то в настройках сетевого адаптера надо выбрать режим сетевого моста или по-английски он называется Bridget. Вот это, пожалуй, единственная настройка, которую надо сделать для того, чтобы начать с ней работать. Собственно говоря, двойной клик на самой новой виртуальной машине и после чего произойдет запуск сервера. Видите, у меня такой экранчик в экранчике, который, собственно говоря, запустит виртуальный сервер полноценный. Там, видите, стоит CentOS. Это Linux такой, это серверная операционная система и предложит нам, в общем-то, работу уже с установщиком Bitrix. Так, сейчас пока у нас идет запуск операционной системы. На самом деле это занимает совсем немного времени, буквально несколько секунд. Я еще один момент скажу, что вообще для запуска Bitrix даже на боевых серверах, которые расположены на каком-либо хостинге, мы рекомендуем использовать либо виртуальную машину, либо готовое веб-окружение под Linux, которое вот здесь вот на страничке также отмечено. Почему мы рекомендуем? Ну, потому что на самом деле настройка сервера дело тонкое, и от многих вещей, от многих нюансов настроек зависит производительность сайта. Поэтому если есть возможность на вашем хостинге использовать виртуализацию, использовать виртуальную машину, если у вас выделенный сервер или хотя бы виртуальный выделенный сервер, можете использовать наше веб-окружение под Linux и, в общем, получить хорошие характеристики вашего сервера для работы именно с сайтом на один из Bitrix. Это, пожалуй, важная вещь. Она связана с тем, что не все хостеры, не все системные администраторы знают тонкости платформы и те требования, которые для них действительно необходимы. Поэтому готовая среда, уже преднастроенная, конечно, дает поразительные результаты. Ну что ж, машина у нас запустилась, и с виртуалбоксом и самим сервером нам больше ничего делать не нужно. Все, что нам остается сделать, это вот этот IP-адрес запомнить, который был выделен нашему сетевому интерфейсу виртуальному, по которому, собственно говоря, и будет доступен теперь наш новый сайт на Bitrix. Ну, он, в общем-то, простой. Сейчас я его наберу у себя в строке и попадаю на, собственно, как видите, приветственный экран виртуальной машины. Мне нужна новая установка. Я буду устанавливать новый Bitrix. Я выберу редакцию бизнеса, демонстрационную версию и, собственно, запущу загрузку дистрибутива. В данный момент система будет скачивать дистрибутив и распаковывать, устанавливать его на этом сервере. Примерно такая же история происходит и с обычным хостингом. То есть все, что мы сейчас видим, может быть реализовано на, не знаю, в демонстрационном режиме любого хостинг-провайдера. Возьмите, не хочу, не посчитайте это рекламой, какой-нибудь TimeWeb, Rusonix или еще какой-то хостинг популярный, у которого есть демо-режим. Обычно дают такой ознакомительный период в несколько дней, там где-то 3, где-то 5, где-то 10. И можно прямо выбрать тариф под Bittrex на эти 10 дней или любой другой тариф и установить вот таким образом платформу на хостинг и уже к какому-то временному домену подключить и сделать ее доступной не только внутри вашего компьютера, как это происходит у меня сейчас, но и в интернете вообще. А там останется только прикупить себе доменчик, подключить его к этому сайтику и, в общем, интернет-магазин, грубо говоря, готов. Пока происходит загрузка, мне вот коллеги, спасибо большое, напомнили, что у меня разряжается ноутбук, и это правда, я буквально отвлекусь на 30 секунд, чтобы подключить свою зарядку. Вы пока можете задать мне несколько вопросов, пока у нас происходит установка, я с удовольствием отвечу на какие-то из них. Итак, мой ноутбук получил, так сказать, утреннюю зарядку, и мы можем продолжать. Я смотрю, что-то вопросов у вас не возникло. На самом деле, я хочу еще пока, возможно, вы печатаете вопросы, напомнить, что время для вопросов на самом деле предусмотрено всегда, то есть вы можете задавать в любое удобное для вас время, в закладочке questions, просто пишите, когда вам удобно, когда он у вас возникает, я буду выбирать специальное время между, скажем так, функциональными блоками моего доклада и, соответственно, отвечать на вопросы. Так что вы можете спокойно писать их в любое удобное для вас время. Итак, что ж, загрузка дистрибутива у нас практически завершена, и мы сейчас с вами пойдем по мастеру установки. Это тоже интересная особенность платформы. Дело в том, что мы понимаем прекрасно, что первичный запуск, особенно для того, чтобы попробовать, для того, чтобы понять, как вообще происходит работа с Bittrex, и что он из себя представляет как платформа, на самом деле не так уж просто для простого пользователя. Поэтому мы разработали специальный мастер, видите, он состоит из восьми шагов, и мы сейчас по нему с вами пройдем. Ну, понятно, что нужно прочитать лицензионное соглашение, надеюсь, вы успели его прочитать, поэтому я принимаю его. Регистрация продукта, ну, мне она в данный момент не требуется, хотя она может быть полезна, если вы устанавливаете демо-версию, то и захотите в период демонстрационного использования, например, устанавливать обновление платформы и какие-то решения из Marketplace, то вот эта регистрация вам необходима. Она нужна для того, чтобы вы получили демонстрационный ключ, и, соответственно, вы получите возможность работать с Marketplace. Так, пока идет установка, я вижу, что появился вопрос от Татьяны. Есть ли у меня рабочий сайт на Bittrex Business, на хостинге Biget? На нем написано, что он адаптирован под Bittrex. Нужно ли адаптировать об окружении? Нет, Татьяна, хостинги, скажем так, обычно, я, к сожалению, именно про Biget не знаю. Хостинг обычно, когда пишут, что это тариф под Bittrex, он уже оптимизирован. На самом деле, мы сейчас с вами посмотрим, как это проверить. Буквально сразу после установки я постараюсь вам показать, как убедиться, что с хостингом все в порядке. Я придумываю пароль администратора, указываю e-mail адрес, он понадобится, если вы вдруг пароль забудете, то система сможет вам восстановить. Представляемся системе, чтобы она красиво отображала имя. Ну и, собственно, дальше нам надо выбрать решение, которое может быть установлено. И замечу, что здесь, например, вам доступен Marketplace. Это означает, что готовый интернет-магазин вы можете выбрать из Marketplace уже прямо вот сейчас на этапе установки платформы. Я выберу готовое решение интернет-магазин от 1SBittrex, он вот такой, и будем его устанавливать. Сейчас будет целый ряд настроек, которые помогут мне сделать первичную конфигурацию магазина для его первичного запуска. Вариант шаблона у нас один. У нас есть разные цветовые схемы, как видите, разноцветные. Я, пожалуй, выберу красную. Мне она больше нравится. Ну и ряд настроек, связанных с информацией о сайте. Я могу указать название, загрузить сюда логотип. Видите, логотип для Retina-устройств, чтобы такие устройства, как, например, мой MacBook с экраном Retina показывал красивые логотипы. Тоже есть такая возможность. Логотипы на темном фоне, полупрозрачные с использованием телефона, время работы, какие-то подписи, метаданные вы сразу можете указать. Возможности работать с мобильным приложением и так далее. Целый ряд настроек, которые помогут вам сразу же сконфигурировать. Складской учет. И когда резервировать товар на складе, я пока складской учет отключу, чтобы он не создавал мне дополнительные действия при демонстрации всяких действий с товарами. Ну и информация о магазине, продолжающая уже более, носящая уже более юридический характер. В частности, локализация. Если вы находитесь в стране России, вам нужно здесь ее выбрать. Указать адреса, реквизиты для того, чтобы счета выставлялись корректно. Загрузить печать фирмы. Опять же, она будет на безналичном счете распечатана. И, в общем-то, все. Дальше мы определяем типы платильщиков. По умолчанию платильщиков два. Если вы не собираетесь продавать юридическим лицам, галочку эту можно снять. И, собственно говоря, дальше настройка оплаты и доставок. То есть мы здесь определяем, какие платежные системы мы готовы принимать. По умолчанию здесь выбор не очень большой, но в частности, например, аквитанция Сбербанка мне точно не нужна. Способы доставки. Есть варианты различной почты России, причем которые рассчитывают доставку на основании данных с сервера почты России. Есть возможность получать данные с табличной, которые вы можете сами обновлять на своем сайте. Ну, различные отправления. Ну, какие местоположения необходимо загрузить. В данном случае будет загружен справочник кладера для того, чтобы определять местоположение вашего покупателя в тот момент, когда он оформляет заказ. Собственно говоря, это все. Из важного. Сейчас из мастера он сейчас произведет некоторую настройку, а я пока посмотрю на вопросы. Какие ограничения в демо-версии? Функционально никаких. То есть это полноценный функциональный продукт. Он ограничен лишь временем своей работы. Это означает, что демо-версия будет работать у вас 30 дней, и через 30 дней заблокируется, пока вы не приобретете ключ. При этом даже заблокированная демо-версия может быть разблокирована с помощью лицензионного ключа, и данные ваши не пропадут. Так, я тут вижу, что Дмитрий пишет о каких-то технических ошибках. Дмитрий, извините, я, к сожалению, не готов комментировать подобные ошибки в процессе вебинара. Это нужно, наверное, в техническую поддержку написать. Это будет гораздо более эффективный способ решить проблему. Так, что ж, настройка завершена. А, о, простите, еще один вопрос. Можно ли изменить настройки первичной конфигурации? Тоже можно, и буквально еще пару минут займется, чтобы я вам рассказал об этом. Наш магазин установлен. Как вы видите, он полностью готов. Я авторизован как администратор. Вот моя мифамилия, которую я ввел при вводе. Логин и пароль уже введены, запомнен. В общем, магазин мы с вами получили. Здесь демо-товары, ну и всякие другие настройки. Есть даже специальный баннер, который напоминает вам про Marketplace. О том, что там можно найти интернет-магазин по вашей, так сказать, тематике. И там действительно огромное количество магазинов, готовых магазинов под какие-то различные тематики продажные. И под разные товары, под разные стили, дизайны и так далее. Ну, я с вашего позволения баннер закрою, чтобы он нам не мешал. Итак, первичную установку мы произвели. Битрикс работает, запущен, магазин есть. Нужно провести несколько настроек. Во-первых, если вы во время мастера установки вдруг что-то сделали не так или решили, что вам нужно перезапустить и переустановить все, у вас есть вот такой мастер настройки, который вы можете запустить одним нажатием кнопки и запустится еще раз этот же мастер. Вы сможете заново переустановить, внести другую информацию и так далее. То есть сделать все полностью с самого начала. Ну, почти с самого начала. Следующий момент, который нам с вами нужно сделать, это убедиться, что на самом деле все в порядке с хостингом, с тем местом, куда мы установили Битрикс. И для этого мы идем в проверку системы. Для этого мы переходим в инвестирутивную часть. И обратите внимание, здесь уже гораздо больше функций, много всего. Мы постепенно немножко с вами про это тоже поговорим, что здесь к чему. Но в первую очередь бежим в настройки. И сейчас инструменты, проверка системы. Вот этот простой тест, который сейчас у меня даже выявит несколько ошибок, и я знаю почему. Он проводит основное тестирование окружения, в котором установлена платформа. И сообщает вам, где какие проблемы возникли. В частности, мы видим, что с точки зрения PHP, его модулей, настроек различных, видите, тут страшные слова, такие как сокеты, сессии, значения переменных. Это все вам знать не надо. Но если здесь увидели красненькое, как вот здесь, например, то это означает, что есть проблема. Здесь есть знак вопроса, который подскажет о том, как эту проблему решить. И, соответственно, вы сможете, используя вот эту подсказку, обратиться к вашему администратору или к хостеру для того, чтобы убедиться, что сама система у вас работает корректно. В частности, у меня здесь выпала ошибка, не работает отправка почты. Это действительно так. Моя виртуальная машина не подключена никакому почтовому серверу и не может отправлять почтовые сообщения. Никакие уведомления моим клиентам не уйдут и так далее. Ну, что поделать, это мой локальный компьютер, здесь будет такая история. Ну, вот, например, фактическое ограничение памяти. Для сервера сейчас должно быть такое значение памяти. Вот, пожалуйста, рекомендация, которая поможет это изменить и улучшить производительность. Вот, собственно говоря, все просто. Если вы сомневаетесь в том, что ваш хостинг соответствует, или в том, что что-то не так, или что все правильно, заходите в настройки, инструменты, проверка системы и проверяете, собственно говоря, окружение настройки. Здесь также бывает полезно проверить права доступа. При первичной установке это делается обязательно, потому что это, скажем так, отсутствие прав, вот как сейчас у меня происходит для некоторых файлов, может вызывать проблему при взаимодействии с битриксом, при редактировании какого-то контента. Но у меня только служебные файлы, слава богу, что они недоступны, с этим все в порядке. И следующий момент, который имеет смысл проверить, это производительность. То есть, чтобы убедиться, что ваш сайт работает хорошо и быстро, имеет смысл запустить тест конфигурации, вот так называется, тест конфигурации, который проверяет и замеряет скорость ответа процессора, файловой системы, памяти и так далее, и оценивает в определенном, скажем так, выдает определенные очки этой оценки. Ну вот, у меня сейчас мой виртуальный сервер показал 42 очка, чуть больше даже, почти 43, при эталоне в 30. Это означает, что в целом производительность системы вот у меня сейчас на моем компьютере довольно хороша. Ну, что сказать, MacBook, быстрая штука, хорошо работает. Здесь показаны как база данных работает и так далее. Если здесь вы видите, что какая-то конфигурация неоптимальна, какие-то значения, указанные здесь, ниже, чем здесь, или больше в данном случае. Ну вот, например, файловая система выдает у меня 14 тысяч операций в секунду. Это означает, что она быстрее эталонной в 10 тысяч операций в секунду. Ну, в общем, у меня все быстрее, поэтому даже не могу вам показать, что может быть плохо. В любом случае, вы обращаете внимание на такие моменты и увидите, что в каком-то месте вашей конфигурации не очень оптимальные настройки, и это может приводить к замедлению в работе сайта для ваших посетителей. Ну что ж, это вот основные моменты, которые вам нужно знать при запуске Bittrex, при запуске вашего интернет-магазина, на который имеет смысл обращать внимание. Также эти значения, вот, например, монитор производительности выведен здесь, и он здесь вам покажет, какая оценка у вас текущая идет, и все ли в порядке у вас с производительностью. Есть еще целый ряд действий, которые помогут вам позаботиться о безопасности вашей платформы, вашего сайта. Для этого, опять же, в настройках, или вот здесь вот есть сканер безопасности, который вы увидите, можно к нему перейти, или просто обратиться в настройки в раздел проактивная защита. Вот он. Посмотреть, например, на панель безопасности и убедиться, какой текущий уровень безопасности установлен на вашей системе. Видите, он при установке является начальным. И здесь целый ряд параметров, которые можно включить для того, чтобы повысить этот уровень. Например, стандартный, он потребует от вас включения безопасности группы администраторов, например. Ну и есть высокий уровень безопасности, который, например, потребует защиты административной части, то есть доступ только с определенных IP-адресов, хранение сессий и так далее. Там есть повышенные, когда будут использованы вообще одноразовые пароли, то есть для входа в систему, в административную часть нужно будет вводить одноразовый пароль, который сгенерирован либо специальным брелочком, либо приложением на мобильном телефоне, там использование антивируса и так далее. То есть целый ряд моментов, которые повысят безопасность вашего проекта. Я надеюсь, вы о ней беспокоитесь. И, как вы видите, все, опять же, на уровне пользователя. Можно просто включить, и, собственно говоря, это заработает. Или переадресует вас к определенным настройкам, где надо будет выбрать те или иные моменты. Ну и есть еще такая штука, как сканер безопасности. К сожалению, сейчас я не смогу его запустить, потому что у меня локальная установка. Я поясню, что эта штука делает. Это наш облачный сервис, который, получая запрос из административной части вашего сайта, адресует на ваш сайт снаружи целый ряд тестов, проверяющих на безопасность вашего сайта, именно снаружи. То есть облачные серверы, которые находятся у нас в облаках, пытаются проникнуть на ваш сайт снаружи и найти уязвимости, которые могут быть в программном обеспечении сервера, в его настройках, возможно, в старых версиях, ну и так далее. То есть целый ряд параметров проверяются автоматизированно, и вам выдается целый отчет. Я вот могу это сканирование запустить, но, к сожалению, он ничего не даст, потому что сервер не сможет снаружи подключиться к моему локальному компьютеру. Но он вам скажет, какие у вас нужны действия выполнить, чтобы убедиться в безопасности вашего сайта и в безопасности хостинга, на котором вы работаете. Периодически имеет смысл это проверять, потому что операционные системы, всякие программные обеспечения на хостингах устаревают, его нужно обновлять, и этот сканер безопасности, запущенный хотя бы раз в месяц или раз в два месяца, поможет предотвратить какие-то проблемы, связанные с безопасностью на вашем сайте. Так, ну, собственно, блок основных первичных настроек, наверное, мы прошли. Сейчас я попробую посмотреть, какие есть вопросы. Так, если я разрабатываю наш сайт на тестовом хостинге более месяца, как после месяца лицензию продолжат разрабатывать, при том, чтобы сайт работал на основном сервере? О, смотрите, на самом деле домен и перенос между доменами или между хостингами – это разные операции. То есть вы можете хранить сайт на одном хостинге и, собственно, привязывать разные домены к нему. И домен, на самом деле, не имеет значения, это всего лишь средство адресации, которое показывает, какой сайт открыть. Сайт при этом один может иметь 100 доменов или 200, неважно. Что касается разрабатывать больше месяца, то на самом деле через месяц, как вы видите, система сейчас мне показывает, что у меня осталось 30 дней. Через 30 дней система заблокируется и скажет «Введите ключик». То есть у вас пропадет доступ в административную часть, но вместо нее будет три поля – логин администратора, пароль администратора и лицензионный ключ. Вот, собственно говоря, указав эти три поля, вы полностью разблокируете систему, и она продолжит уже работать в коммерческом режиме без каких-то ограничений по сроку действия. Вот, собственно говоря, и все. Так, на платформе Bittrex Business у меня установлен один сайт. Там написано, что можно рассмотреть два сайта. Можно ли на моем хостинге по вашей инструкции создать второй сайт, не повредить ли это работающему сайту на хостинге. Вы знаете, создание второго сайта – это тоже штука и действие для продвинутых пользователей, поэтому я бы не стал говорить о том, что это прямо очень просто. На самом деле, в большинстве случаев это действительно довольно легко. Особенно, если вы для второго сайта будете использовать какое-нибудь решение из Marketplace. В частности, вот как хороший пример. Я вот зайду сейчас в Marketplace, могу выбрать какой-нибудь интернет-магазин, ну, не знаю, давайте по поиску найдем. Какой-нибудь интернет-магазин. Ну, черт, все платное, все платное. Ну, неважно. Допустим, я захочу установить его там демо-версию, а демо-версии нету, к сожалению. То есть после приобретения запустится мастер установки этого готового магазина, и в процессе его установки мастер спросит, установить его поверх существующего сайта или дополнительно вторым сайтом. Вот вы, выбрав дополнительно вторым сайтом, практически автоматизировано развернете второй сайт, который будет размещен на этой же платформе. У вас будет управление из одной административной части двумя сайтами. Они могут быть абсолютно разными. Два магазина или магазины, там просто корпоративный сайт, или сайт-визитка, или лендинг, как сейчас принято называть сайты-визитки. Ну и так далее. То есть второй сайт действительно может быть создан, ну, и зачастую довольно просто. Так, надеюсь, на вопрос ответил достаточно подробно. Сохранятся ли данные после использования мастера? Сергей уточняет, видимо, при повторной запуске мастера сохранятся ли основные данные? Ну, действительно, да. Демо-данные магазина сохранятся. При повторном запуске будет галочка установить ли демо-данные. Если вы эту галочку снимете, хотя, может быть, сейчас в современном мастере я могу ошибаться, при повторной запугрузке может не быть вообще этой галочки, он автоматически просто не загрузит эти данные. То есть вы можете не переживать на этот счет. Какой хостинг предпочтительней для интернет-магазина? ВПС Linux или Windows? Конечно, Linux ни в коем случае не Windows, потому что так исторически сложилось, что Windows, операционная система Microsoft не очень эффективно работает с языками программирования PHP и базами данных MySQL. То есть их там запуск делается через, ну, если объяснять чем-то простым языком, через определенные прослойки, и это, в общем, не очень эффективно работает. Поэтому, безусловно, родная среда для любых продуктов программных, написанных на PHP, на связке PHP и MySQL, это, конечно, Linux. На Linux все будет работать однозначно хорошо. Так, веб-антивирус режет обычные фреймы, пишет на один вирус. Ну, вы добавьте исключения, в настройках антивируса есть такое исключение, вы можете это сделать. Так, у нас вторым и третьим сайтом были созданы интернет-магазины. Не будет ли склейки сайтов, которые плохо влияют на продвижение? Да, это последний вопрос на текущий момент. И вы вопросы можете задавать, а к ним вернусь там через пять минут. На этот вопрос отвечаю. Склейка может произойти только если вы используете одно доменное имя. Соответственно, ну, или там субдомены и так далее. То есть поисковые системы ориентируются не на хостинг, а на доменное имя в первую очередь. Поэтому склейки при использовании разных доменных имен, конечно, никого не будет. Еще может быть проблема с контентом. То есть если контент идентичен, то это вызовет соответствующие проблемы, связанные с уникальностью контента и пессимизацией плагиатных сайтов в поиске. Ну, опять же, этот вопрос, наверное, стоит задавать не нам, а специалистам по SEO-продвижению. Они лучше разбираются во всех этих нюансах хитрых поисковых систем. Так, ну что же. Мы с вами произвели основные настройки, первичные. Безусловно, настройок на самом деле сильно больше. И, ой, как раз хотел вам показать. И для того, чтобы пройти по ним по всем и выполнить вообще запуск интернет-магазина, нами был разработан, соответственно, специальный мастер, который так и называется мастер-магазин. Он находится в меню магазин настройки мастера-магазина. Это вот такая длинная страничка, в которой перечислены функции, которые, по нашему мнению, должны быть настроены или как минимум проверены, подходят ли стандартные настройки для интернет-магазина, для его запуска и хорошей работы. И здесь прям пункты идут по порядку. Например, основные настройки – это используемые валюты. Мы заходим в используемые валюты, смотрим, что, ох ты елки, валют у нас целая куча, и, наверное, нам целый ряд валют не нужен. Мы можем их, например, удалить или просто не использовать, например, просто забыть про них. То есть у меня сейчас есть рубль, он является базовой валютой. Я говорю, курс один к одному, все в порядке. Остальные валюты не базовые. Ну, да и, в общем, черт бы с ними. Здесь я говорю, что задание выполнено. И возвращаюсь к мастеру. У меня появляется галочка, что используемые валюты у меня настроены. Дальше идут единицы измерения. Здесь я определяю, чем я торгую в интернет-магазинами. Ну, видимо, штуки. И убеждаю, что штуки у меня по умолчанию установлены. Да. Все остальные мне либо удаляю, чтобы они мне не мешались, либо оставляю, они не используются. Соответственно, в общем-то, и пускай остаются. Возвращаясь к мастеру, вторая галочка отмечена. И мы видим, что общий прогресс настройки магазина постепенно движется. Таким образом, пройдя по всем настройкам, я буду уверен, что я не забыл какие-то важные моменты, необходимые для запуска интернет-магазина. Ну, вот, собственно говоря, вот товаров, в частности, вручную, настройки количественного учета, интеграция с 1С, если она нужна, и различные нюансы с этим связаны, платежные системы и выбор платежных систем. Например, вот здесь мы увидим, что у нас есть целый ряд платежных систем, предустановленных по умолчанию. И вот, например, Яндекс.Деньги, которые мы используем довольно часто, это одна из основных систем. Я убеждаю, что здесь все нормально. Жму «да», возвращаясь к мастеру. И, в общем, вижу галочку с платежной системой, все в порядке. Таким образом, здесь вы видите настройки SEO, когда магазин открыт, его повседневная работа. И тут тоже есть целый ряд различных пунктов, которые имеет смысл проверять, убеждаться, что с ними все в порядке и периодически сюда заглядывать. Ну и когда магазин уже, собственно говоря, давно работает, за этим надо следить. Например, наблюдать за скоростью сайта глазами посетителей. Есть у нас специальный блок такой, который показывает скорость сайта, и за этим нужно следить. Ускорение, композитный режим, ну и так далее. Целый ряд пунктов, которые необходимы для хорошей работы вашего сайта. Вот такой вот мастер поможет вам держать ваш магазин всегда в тонусе, ну а самое главное – выполнить первичные настройки. По всем настройкам я сейчас проходиться не буду. Обращу ваше внимание еще на один момент. Например, при переходе по этому пункту есть вот такая подсказочка и кнопка документация. То есть если я вдруг не понял, что нужно делать, я могу всегда перейти к документации, открыть соответствующую вкладку, увидеть описание и, например, обучающий урок. В частности, вот обучающий урок по типам платильщиков я могу перейти и получить полнейшую документацию по тому, как с платильщиками работать, что они означают и так далее. Ну и также, в общем, это большой справочник, учебный курс по администрированию сайтов с лицензиями интернет-магазина. Здесь можно найти ответ на большинство вопросов, использовать, например, поиск для поиска по каким-то ключевым словам и так далее. Так, пожалуй, это задание я тоже выполню и вернусь в мастер. Ну что ж, видите, уже на 7% мой магазин настроен. Ну и, в общем, так вот, двигаясь дальше, мы получим полноценную настройку нашего интернет-магазина. Ну давайте посмотрим, что же за интернет-магазин у нас получился и посмотрим, какие возможности он нам предоставляет уже в публичной части с точки зрения пользователя. На самом деле будет полезно, если я сейчас возьму и зайду на наш интернет-магазин в режиме инкогнито. Этот режим, грубо говоря, предоставляет мне возможность быть одновременно и авторизованным, и неавторизованным на сайте. Я использую браузер Chrome, но такой режим есть в большинстве браузеров современных, и вы видите, что я открываю один и тот же сайт по одному и тому же адресу, только здесь я авторизован как администратор, а в режиме инкогнито сайт меня не знает. Он не знает, кто я, что я зашел и так далее. Это дает возможность мне одновременно наблюдать, как видят мой сайт посетители интернет-магазина моего, и, соответственно, очень полезный инструмент для вот такой проверки. А там сбросился ли кэш, а все ли изменения видны, все ли хорошо видно не администраторам магазина, под которым вы, собственно, работаете с сайтом, а обычному простому пользователю, который просто зашел на ваш сайт. Ну, давайте как простой пользователь просто походим по нему и посмотрим. Главная страница. Мы видим здесь целый ряд товаров, которые могут быть выведены на главную страницу. Они у нас называются «Хитрые тренды сезона». На самом деле это могут быть новинки, хиты продаж, что угодно. Это может вообще никак не называться, а просто сразу идти в какие-то магазины. Какие-то товары, прощу прощения. Обращу ваше внимание, что на главной странице, в общем, в любом месте каталога при наведении на товар у него, видите, так меняется симпатичная фоточка. Ну, у нас, поскольку это демо товары, некоторые фоточки меняются просто ориентацией, в некоторых случаях добавляются какие-то другие, вот как в случае с туфлями. И это дает возможность, в общем, рассмотреть товар детально, по большей части детально, уже прямо на странице просмотра. При этом тут же доступен выбор цвета, доступен выбор размеров, и причем, если я, собственно говоря, захочу приобрести какой-то из них, мне достаточно просто нажать в корзину, и, в общем, товар отправится в корзину с выбранным цветом и размером. Собственно, дальнейшая навигация по сайту осуществляется с помощью либо меню, это меню интернет-магазина, и здесь мы видим основные разделы интернет-магазина, мы можем гулять по самому меню, как видите, и когда в разделе есть субменю, так называемый, или подменю, мы видим всякие картинки при наведении на соответствующие пункты, не только картинки, но еще и описание. Это, кстати, очень полезная штука и для продвижения, потому что насыщает страницу текстом, текстом, наполненным ключевыми словами, и, конечно же, это улучшает позиции, потому что у вас появляются тексты. Ну и пользователям это удобно, не всегда пункты меню называются так, как ожидает это пользователь, а картинка и описание, конечно, подскажет ему, что же в этом пункте находится. Ну вот в моем случае там с туфлями и тапочками все понятно, хотя вот, например, панталеты я никогда не знал, что это вот они такие. Ну вот теперь знаю и теперь понимаю, что это действительно то, что мне нужно, хотя, мне кажется, я бы назвал это шлепки. Ну, неважно. То же самое касается, например, аксессуаров. Меню пункты могут быть и просто без второстепенных пунктов меню, и они в данном случае никак не подсвечиваются, не выделяются. Но давайте куда-нибудь перейдем на секундочку и заглянем, например, в какой-нибудь раздел. Мы видим, что мы попали в раздел «Туфли женские», и мы видим, соответственно, хлебные крошки так называемые, то есть по научному строка навигации, которая показывает, где в данный момент я нахожусь. А, собственно, в один клик я попал, как видите, в каталог, обувь, туфли, туфли женские. И здесь я вижу, что есть некоторое описание, которое, опять же, поможет для продвижения текста. Есть целый ряд товаров с возможностью отметить новинку, спецпредложение или какую-то скидку. Выбор цвета, и, соответственно, я прямо сейчас могу менять цвет и наблюдать на тем, как, собственно, выглядят в разных цветах эти туфли. Выбрать размер, потому что в некоторых случаях от размера зависит внешний вид, и у вас могут быть загружены разные фотографии для разных размеров и разных цветов. И целый ряд фотографий. Ну, что еще? Хорошо, мы видим два блока дополнительных рекомендаций. В данном случае это лидеры продаж, просто продажа магазина. Здесь какой-то блок, пожелание, можете его отключать или включать. И блок персональных рекомендаций. Это как раз та самая магическая бигдата, и персональные рекомендации. Еще один облачный сервис, который позволяет вам, ничего не делая, персонально предлагать каждому посетителю вашего сайта, какие-то товары из вашего каталога. Это сложная математика, которая вычисляет схожести интересов пользователей в зависимости от их истории посещения, от их какого-то портрета, профиля и так далее. При этом абсолютно обезличенные данные, никак не связанные с конкретными людьми. Ну, в общем, это хитрая штука, о ней мы неоднократно говорили и рассказываем на различных технических, технологических конференциях, в том числе на партнерских конференциях, один из Bidrix, о том, примерно, как это работает. Если интересно, информацию о нашем сервисе персональных рекомендаций вы можете поискать. Скажу лишь, что это система, которая позволяет довольно быстро и без каких-то усилий повысить конверсию магазина, можно просто увеличить продажи, потому что эти персональные рекомендации каким-то странным магическим образом оказываются действительно полезными и персональными для каждого вашего посетителя. То есть он заходит и видит именно то, что, в общем-то, искал. Есть такая магия в больших цифрах. Вот она работает, и вам ничего не стоит. Просто включите галочку, выберите режим этой работы. Персональные рекомендации умеют подбирать товары, которые покупают с этим товаром автоматом. То есть вам не нужно, например, писать, что вот с этими туфлями покупают вот этот ремень и так далее. Система все это сделает автоматически. Она также умеет рекомендовать просто в зависимости от интересов на основании своих алгоритмов и так далее. Там целый ряд режимов есть. Это можно делать настройками этого блока. Опять же, по персональным рекомендациям, наверное, будет отдельная информация уже не в сегодняшнем вебинаре. Ну и следующий сценарий поиска товаров. Помимо вот такого блуждания по каталогу, это поиск через строку поиска. Собственно говоря, вводя что-либо в строке поиска, квит, я только начал вводить, система мне уже подсказывает, что можно найти на этом сайте с буквосочетанием «шта». Так получилось, что у нас есть штаны и конкретные штаны я могу найти и перейти к ним сразу же из строки поиска и посмотреть уже детально карточку товара. Но раз уж мы попали в карточку товара, давайте и на нее посмотрим детальнее, и на некоторые нюансы, которые могут быть полезны в вашем интернет-магазине. Ну, во-первых, картинки. Безусловно, количество картинок здесь огромное, и это слайд-шоу, так сказать, для картинок. При этом вы выбираете размеры, цвета, и для каждого размера и цвета будет свой набор картинок. Но у нас, видите, размеры не отличаются, а вот цвета, например, и набор фотографий отличаются разительно. Это разные модели, разные фотографии. Есть вот такой блок, который мы называем бренды. На самом деле это блок вот таких вот, такой информационный, куда можно заносить различную информацию. Это может быть просто производитель одежды или там мебели, в зависимости от того, чем вы торгуете. Какие-то другие, другая информация, связанная, например, с доставкой, с примеркой, с поддержкой, ну и так далее. Возможность выбора сразу количества и приобрести. Ну вот я в корзину себе положил, в корзине мы еще вернемся. Комментарии. Здесь могут быть комментарии просто внутри сайтовые. Может быть подключен виджет Facebook, и, соответственно, пользователь, авторизованный на Facebook, оставит здесь комментарий, написав о вашем магазине у себя на стене. Вот так вот хитро. Или у вас на стене, не помню, как там точно эта логика работает, но непосредственно про конкретный товар. Опять же, с этим товаром покупают. Это выбранные вами вручную персональные рекомендации, которые строятся автоматически. Ну и ряд каких-то социальных виджетов. Поделиться товаром в соцсетях бывает очень полезно. Так, это мы с вами прошлись по товарам. Давайте быстренько я куплю еще что-нибудь. Мне, например, к штанам нужна футболка. Я ее сейчас тоже положу в корзину и перейду в корзину. Что мы видим в корзине? В корзине у нас, собственно говоря, товары, выбранные размеры. Мы видим, что у нас выбрано. Мы можем, если вдруг передумали, поменять размер. Решили, что мы на самом деле не такие толстые, а возьмем S. Можно поменять цвет, если вдруг в процессе передумали. Количество переправить, поскольку 4 за счетом многовато. Отложить какой-то товар. И у нас появится группа товаров отложенные, которые в данный момент не будут оформлены в заказе. Или вернуть его обратно, собственно, к заказу. Примить купон для скидки. Это тоже важный момент. О скидках будет следующий вебинар. О том, как их настраивать. Вы видите, что ваши посетители могут запросто, услышав вашу рекламу, услышав купон, скидка или что-нибудь, какое-то кодовое слово из нескольких букв, или просто купон, полученный на электронную почту, персонализированный из набора шифров каких-то, ввести сюда и получить определенную скидку на товар. Давайте заказ этот оформим. Посмотрим, собственно говоря, как выглядит оформление заказа. По умолчанию сайт меня не знает. Поэтому приходится вводить все заново. Однако при повторной покупке сайт уже будет знать, кто я. Данные все сохранятся, и я буду выбирать из заранее заполненных профилей. Так, ну что ж, Москва, вторая... Так, 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 подождите. Центр... Московская область... У нас, наверное, город Москва. О, тут у нас еще... Нет, не нужно нам больше никакой детализации. При этом отмечу также, что детализация местоположений может быть вплоть до дома. То есть можно загрузить базу с детализацией вплоть до дома. И, соответственно, у меня сейчас она не загружена, я поэтому укажу просто адрес. Как доставить? Вот у нас варианты службы доставки, варианты платежных систем. При этом одни от других зависят, и вы можете выставлять вот эту вот взаимосвязь. Какая служба доставки и с какой платежной системой может работать. Например, если я выберу карты, ну вот у меня в данном случае сейчас связь не установлена. Ну, например, понятно, что наличными курьеру при самовывозе как-то странно. Это должен быть либо просто наличный, либо еще как-то. Там при почте то же самое. В общем, могут быть какие-то недоступные. Ну, вот, например, расчет на основании табличных данных показывает, что доставка будет стоять 538 рублей. А вот на основании... Так, это тоже табличные данные. Вот на основании сервера. С сервером, видите, данные почему-то не соответствуют авиапочтам. Ну, вот, поэтому мы предполагаем, что лучше использовать табличные данные, они надежнее, чем сервер почты России. Черт побери. Продолжим. Могу оставить комментарий к заказу и, в общем-то, перейти к оформлению. С этого момента я уже зарегистрирован на сайте. Видите, у меня появилось мое имя, появился мой персональный раздел, мой кабинет, мои заказы. Я здесь вижу, что заказ у меня сформирован, он будет оплачен наличными. Я могу вернуться в персональный раздел и увидеть список своих заказов. Вот, собственно говоря, список моих заказов. Он сейчас принят, ожидается оплата. Я могу его отменить, повторить, создать еще один точно такой же. Например, посмотреть все заказы, если у меня их много. Ну и так далее. При этом в своем личном кабинете я также могу поменять свои регистрационные данные, как человек. Давайте я представлюсь другой фамилией, чтобы отличать в административной части разных покупателей. Изменить пароль, если вдруг это нужно. И так далее. Так, 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 так. Собственно говоря, мы основную с вами процедуру прошли. Как все это получается и как это работает. Давайте посмотрим на вопрос. Я смотрю, к сожалению, у одного слушателя пропадает звук и видео периодически. Да, я вижу, что вы пишете. Отмечу лишь один момент. Любое пропадение звука или видео связано с устойчивостью интернет-канала. Ну, у нас довольно надежный здесь канал, поэтому я в нем практически не сомневаюсь. Да и более того, если с ним какая-то проблема, интерфейс мне сразу об этом, интерфейс программы вебинара мне сразу об этом сообщает, что у меня проблема с трансляцией. Вот, поэтому, скорее всего, проблема с интернет-каналом на вашей стороне. Ну, и помогает просто немножко подождать или переподключиться к вебинару заново. Это тоже иногда спасает. Вот такой технический нюанс. Так, 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 так. Давайте по вопросикам пройдемся перед тем, как прийти к каталогу поближе и к его управлению. У меня как раз еще минут 15-20 есть на демонстрацию. Этого должно быть достаточно. Так, подскажите, пожалуйста, мне делать сайт вебмастерская, золотой партнер, один из Bittrex. Могу ли я после этого, как получу готовый сайт на Bittrex бизнес, самостоятельно создавать сайты-визитки или только поставить одним продуктом, предложенным вашим партнерам? Ну, конечно, сможете. Безусловно, Bittrex – это платформа, и она должна и будет работать так, как в ней заложено. Если вы захотите создавать дополнительные сайты, ну, второй сайт вы сможете создать совершенно бесплатно с точки зрения лицензии Bittrex. Если вам нужно будет создавать третий, четвертый, пятый, ну, вам необходимо будет докупить лицензию, расширение лицензии на дополнительные сайты, они стоят 30% от стоимости лицензии, и в каталоге один из Bittrex на сайте нашим они есть. Вы сможете их просто самостоятельно приобрести или обратившись, опять же, по тому же партнеру, просто приобрести и действительно сможете самостоятельно работать с сайтом, создавать новые. Можно ли устанавливать цен на продукцию в долларе, евро, рубле, при этом на выходе отображаясь на сайте рубль? Да, действительно можно, конвертация валюты и такая штука есть, и при указывании курса у вас будет соответствующий пересчет, но действительно сайты, то есть по умолчанию в стандартных шаблонах интернет-магазина, которые мы с вами смотрим, демонстрироваться будет только в одной валюте. А внутри действительно могут быть разные. Как выводить цены на сайте, исходя из курса доллара, то есть цены на сайте в рублях? Ну вот вы можете опять же указывать в валюте, ничто не мешает вам в товаре указать в валюте доллар и соответственно сайт автоматически пересчитает по тому курсу, который у вас указан. Про интеграцию с 1С. Татьяна, к сожалению, вот, или к счастью, для меня к счастью, я не буду показывать про интеграцию с 1С, для этого у нас есть отдельные вебинары, и уж извините, что я часто адресуюсь к другим вебинарам, но, к сожалению, формат и время не позволяет показать все. Мне нужно показать многие моменты по моей теме, а вот интеграцию с 1С, и этим занимаются более профессиональные в области интеграции с 1С мои коллеги, и у нас есть видеозаписи этих вебинаров, вы сможете найти их на сайте, или дождаться следующего, его обещали вот в скорости, не знаю, к сожалению, точно, за анонсами следите, вебинары по 1С есть, и они очень объемные, очень интересные, и довольно детально все рассказывают. Так, а каким образом индексируется текст в подающем меню? Поисковые роботы хватают текст в скрытом меню? Знаете, поисковые роботы хватают любой текст на странице. Вопрос в том, как они его оценивают, действительно зависит от различных нюансов. В данном случае для робота вы можете посмотреть, как выглядит страница сайта для робота, для этого есть соответствующие инструменты, в том числе у Google и у Яндекс, и увидеть, что на самом деле тексты даже в скрытом меню, они же фактически на странице присутствуют, они видят и индексируют. Вопрос, как они их учитывают, это другой вопрос, но в целом, опять же, все зависит больше от поведенческих факторов, нежели чем от скрытого меню в тексте. Как изменить количество вводимых карточек в персональных рекомендациях и лучших продажах? Давайте мы про это поговорим. Покажите настройку Твиттера. К сожалению, не покажу, это тоже не в рамках текущего вебинара, это просто вам нужно немножко, наверное, немножко знаний, понимания в области, не программирования, конечно, но настроек такого характера HTML, понимать, как работает. Так, есть ли ограничения интернет-магазина по количеству продукции? Удобно ли будет управлять, работать, если будет 100-150 тысяч и более наименований? Ну, есть такие примеры, где больше 100 тысяч наименований и работать нормально вполне. Мы сейчас будем с вами смотреть, как выглядит административная часть и как управляться с каталогом. Вы поймете, что на самом деле все возможно и нет никаких с этим, в общем, особенных проблем. Действительно, большое количество товаров может предъявлять повышенные требования к производительности, к ресурсам и так далее, но в целом магазин довольно хорошо оптимизирован и сам Bittrex хорошо оптимизирован, то есть не будет у вас проблемы с, по крайней мере, сотнями тысяч, это точно. С миллионами там уже, наверное, требуется отдельная какая-то история. Адаптирован ли магазин для мобильных устройств? Ну, вот это хороший вопрос, который как раз должен, который, наверное, имеет смысл попытаться вам показать. Действительно, магазин на самом деле адаптирован для мобильных устройств. Я попробую сейчас это продемонстрировать. Для этого я использую Chrome и вот такой режим отображения мобильного. Ой-ой-ой, секундочку. Так я зря. Так, а какое у нас сейчас стоит устройство? Ну, давайте iPhone 6 мы дадим. Хм, а что-то он у меня не переключился на адаптив. Подождите-ка. Ага, а вот так переключается. Странно. Ну, видимо, что-то... Ну, ладно, неважно, так тоже можно понять. Как вы видите, сам дизайн и верстка сайта адаптивна. Она от размера экрана зависит. И чем меньше, собственно говоря, экран, через который вы просматриваете, тем по-другому выглядят блоки. Вот уменьшая до определенного размера, экран вообще перестраивается. Да, и мы видим на первую очередь товары. По-другому начинает отображаться меню уже в виде такого выпадающего слева списка. И по-другому выглядят новости, появились там страничники и так далее. При еще дальнейшем уменьшении мы, собственно говоря, выстроим по-другому. Размер картинок уменьшится и так далее. То есть получается вот такая уже сосиска из страницы длиной определенной. И в дальнейшем вы можете работать уже с... У меня сейчас экран, конечно, сильно маленький. С товарами и с сайтом уже в виде таком специальном для мобильного устройства. Так, 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 так. К вопросам. Видно и слышно отлично. Спасибо, Дмитрий, я рад. Так, как выводить цену на сайте? Так, это мы об этом уже вроде говорили. Почему в оформленном заказе отображается только выбранный способ оплаты? Давайте посмотрим, что тут не так. С состоянием заказа, доставка, почта России, способ оплаты, наличный курьер. Все вроде, можно даже в подробности зайти. Здесь будет более детально, как доставляется, как это самое, стоимость доставки. С учетом все данные вроде есть. Не очень понял. Так, есть ли групповое добавление, групповая обработка товаров на сайте? Да, вот сейчас мы с этим будем работать. А, вижу, мне подсказывают, почему iPhone не сработал. Спасибо, Дмитрий. Но здесь уже и так понятно про адаптивность. Так, давайте перейдем теперь к управлению. Я теперь закрою эту страничку как обычный пользователь и вернусь на сайт, уже будем работать с ним как администратор. При авторизации как администратора мы видим с вами целую вот такую панельку. Она может сворачиваться и разворачиваться, которая позволит нам работать с сайтом. И здесь есть очень удобный инструмент, называется режим правки. Это так называемая правка на лету. Включив ее, у меня, собственно, перезагружается страница, и для администратора становятся доступны вот такие интересные менюшки. Наводя на товар или на меню, или на логотип, мы видим с вами контекстное менюшка, которая, собственно говоря, позволяет нам с этим работать. Вот, например, с логотипом я нажму «изменить область» и увижу логотип. И могу его заменить. То есть взять и, собственно говоря, поменять. Я могу представить это в виде HTML-кода, если мне будет удобно. В частности, для работы с экранами Retina, да, тут нужно будет в режиме кода либо просто заменить эти файлы, либо просто здесь заменить адресацию. Вот, и мы можем работать с такими блоками. Я сейчас не буду все это сохранять. Так, дальше что мы можем сделать? Мы можем работать, ну, с меню в данном случае работать не очень интересно, оно у нас формируется автоматически, поэтому здесь мы ничего не увидим. Оно формируется автоматом из разделов каталога. Но мы можем посмотреть, например, на вот это меню. Вот это меню дополнительное, и оно уже редактируется пунктами вот таким образом, с помощью интерфейса. Я, как видите, добавить там, например, новый пункт меню, просто вставив пункт, или удалить какой-то, поменять их местами, изменить адресацию, в общем, проблемы не составит. А, например, создать новый раздел на сайте для того, чтобы разъяснить им какую-то текстовую информацию или еще что-то, делается вообще элементарно. Вот здесь вот раскрываем меню, есть создать раздел, где мы выбираем, и давайте форум сделаем на сайте, добавить пункт меню, перейти к интексированию, да, добавляем в нижнее меню и вставим первым пунктом. Дальше мастер нас спросит о, собственно, ключевых словах и так далее, заголовок окна браузера тоже какой-нибудь придумаем. Ну и, собственно говоря, готово. У нас создается новый раздел, новая страничка. Видите, в структуре сайта появился раздел форум, и там появилась страничка основная. Я сейчас сюда добавлю что-нибудь, раз уж мы выбрали форум, я сюда добавлю форум. Вот он, комплексный компонент. Мне его нужно настроить, 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 настроить. Форум у меня один, отзывы о товарах. Ну, я сейчас не буду в детали вдаваться. Ну и после создания, собственно говоря, странички и раздела у нас с вами появился раздел форум. Здесь вот форум, вот отзывы о товарах, которые я выбрал. Здесь, к сожалению, ни одной темы нет, никто отзывы не оставляет. И он появился у меня в меню автоматически, потому что при создании соответствующего мастера я включил эту возможность. Также редактируется, например, области время работы. Да, в общем, просто телефон, если нужно отредактировать. Кстати, здесь работает еще двойной клик, можно в область не выбирать вот так, а просто кликнуть дважды. Она тоже откроется на редактировании. И таким же образом можно работать с товарами. Если я выберу, например, конкретный товар, я смогу с ним поработать. То есть, в частности, раз и изменить. У меня откроется карточка редактирования товара, где я могу отредактировать названия, сортировки, ключевые слова, картинки сюда дозагрузить. То есть, установить ручные рекомендации, перейти к торговым предложениям этого товара и так далее. Вот, например, торговые предложения – это все товары, которые различаются тем или иным. А чем у нас отличаются эти товары? Они у нас отличаются размером. Это означает, что в этой табличке у нас сейчас, да, просто не видно размер, но они разные. Разные размеры. Кстати, чтобы настраивать вот этот вид, мы сейчас к этому перейдем как раз внутри административной части, чтобы было видно, чем отличается. То же самое касается, например, других разделов. Я могу зайти в раздел и, например, работать с разделами. Изменить раздел, добавить товар, добавить раздел каталога, который добавится в платье и так далее. Могу выбрать конкретный товар и этот товар изменить. Соответственно, открыв такую же форму редактирования. И вот, собственно говоря, настройки персонализации. Это, опять же, отдельный блок. Он настраивается в настройках компонента магазина. Сейчас, где у нас тут? Персональные рекомендации. Вот, собственно говоря, показывать персональные рекомендации. Можно расширить это окошко, чтобы было лучше видно. Тип рекомендации. Самые продаваемые. Вот здесь вы можете выбирать, какие товары стоит показывать. То есть, например, есть персональная рекомендация. Это то, что будет по мнению нашего сервиса. Самые продаваемые. Это просто самые продаваемые вашего магазина. Продаваемые с этим товаром. Это по факту вашего магазина просматриваемые и так далее. Целый ряд у вас есть возможных решений с этим связанных. И вы, собственно говоря, показываете или не показываете. Сейчас я изменил. И что-то другое у меня. Персональная рекомендация. Начало. Не, все то же самое. Я не очень частый покупатель интернет-магазинов. И наш сервис не очень много обо мне знает. Поэтому рекомендую то, что считает нужно. Так. Ну, собственно говоря, это работа поверх сайта. И мы здесь можем настраивать различные вещи. В частности, интернет-магазин через эту кнопочку настроек настраивается довольно сильно. Это настройки каталога, вообще всего каталога интернет-магазина. От выбора, собственно говоря, откуда берутся данные, до различных там, какие свойства показывать, как показывать старую и новую цену, процент скидки, как называются кнопки в корзину, сравнения, подробнее, нет в наличии, ну и так далее. То есть целый огромный ряд настроек. Видите, здесь много пунктов, которые помогут вам настроить ваше представление магазина по тому, как вы считаете нужным. Здесь много пунктов, которые, в общем-то, могут персонализировать ваш магазин под ваши требования. Но наша задача теперь заглянуть в административную часть и посмотреть, как работает с интернетом. А, стоп, подождите, извините, 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 забыл момент показать. Это подбор параметров. Это вот тот нюанс, который не надо было с вами рассмотреть еще при демонстрации, как обычного человека. Я сейчас отключил пока режим правки. Мы с вами посмотрим. Если мы с вами находимся в каталоге, и здесь много товаров, ну, у нас в демо-магазине демо-товаров мало, однако, вот, как видите, в примере есть здесь 100 тысяч товаров, и, соответственно, его нужно как-то фильтровать. Это третий сценарий. Можно фильтровать, опять же, по различным параметрам, например, по цене, и система будет говорить, о, в эту цену попадает только один товар, да, или, соответственно, в эту цену четыре. По брендам, производителям, цветам, вот синий, например, только один. Раз, синее платье. Сниму синий, собственно говоря, будут опять четыре. По размерам и так далее. Это поможет довольно хорошо делать поиск по вашему магазину. И самое важное, что вот этот фильтр, он автоматизирован, то есть он подстраивается под то, где он находится. В частности, если мы перейдем, например, в нижнее белье, здесь уже будут другие цвета, потому что они доступны только для этого раздела. Если перейдем в аксессуары, здесь появятся другие, соответственно, выборы и цветов, и размеров, и материалов, которые возможны именно для этого раздела. Этот фильтр автоматизирован, он зависит от того, какие свойства у товаров есть в данной категории. Так, ну что же. Будем двигаться к настройкам и к работе с каталогом. Это сегодняшняя тема. И надо посмотреть на то, как, собственно говоря, выглядит работа с каталогом. Вообще каталог весь размещен в закладочке «Магазин». Вот он называется «Одежда». Это каталог «Одежда». У вас может быть несколько разных каталогов. Они могут по-разному называться. Для разных сайтов или внутри одного магазина. Это уже не важно. И мы можем заглянуть на список товаров и просто увидеть все товары вашего каталога. Мы видим его соответствующим образом. Это просто список. Есть разделы. Можем заходить внутрь разделов, внутрь подразделов и так далее. Здесь у нас выстраивается дерево наших разделов. Как вы видите, мы их можем просматривать здесь в виде дерева. Соответственно, быстро ориентироваться в нашем каталоге, просто используя структуру. Также, например, для поиска товаров, с которыми вы хотите поработать, вы можете использовать вот этот фильтр. Здесь, кажется, всего два пункта. На самом деле, секретная кнопочка плюсик, в которой вы можете выбрать какие-либо показатели ваших товаров. Сейчас давайте сюда в товары зайдем. Здесь их будет больше. Например, название. Если вы ищете какой-то товар, где название? Название у меня и так есть. Я могу, собственно говоря, здесь что-то набрать, нажать поиск, и он найдет мне все, что содержит слово штаны. Могу по описанию что-то искать. Могу искать, например, по какой-то характеристике. Например, лидер продаж, установленный вами, найти, и, собственно говоря, он покажет мне все, которые отмечены как лидеры продаж. Ну и так далее. Я могу этот фильтр собирать как угодно из всех свойств, которые, собственно, мне доступны. Можно по артикулу торгового предложения, например, и так далее. По тегам каким-то. То есть вы сами выбираете, или по датве, или кто создавал товар. По любым характеристикам. А также сама вот эта табличная форма легко настраивается. Вот здесь есть секретная кнопка «Настроить», которая позволит выбрать колонки, которые нужно отображать в этом поле. В частности, ну, что мне здесь не нужно? ID-шник не нужен. Это внутренняя система. Я, например, могу показать, сколько элементов и подразделов в разделе, и могу, например, картинку для анонса показать. Или, например, какой-нибудь данный по спецпредложению. После сохранения табличная форма обновляется, и я здесь уже вижу, каталог представлен несколько иначе. В частности, я вижу, что у меня есть обувь, там 7 элементов, 3 подраздела, и вот, собственно говоря, картинка, которая прикреплена к этому разделу. То же самое, как, соответственно, например, «Лидеры продаж». Я увижу, что вот они, «Лидеры продаж», вот эти два типа предложения, вот они здесь отмечены. Могу отсортировать по разным колонкам, например, по «Лидерам продаж», и вот они у меня здесь, но папки по умолчанию всегда впереди. По типам товаров и так далее. То есть, довольно гибкие настройки позволят вам настроить внешний вид табличной формы управления каталога так, как вам это нужно. Сейчас бросим, ну и можем зайти, например, в этот товар. Вот он товар, вот он картинки, и, собственно, вся та же форма, которую мы с вами видели со стороны сайта при работе с ним. И вот торговые предложения, которые здесь, опять же, можно настроить. В частности, я вам говорил, например, непонятно, панталеты чем отличаются. Мы с вами сейчас откроем настройки и выведем размер, размеры. После сохранения мы увидим, что на самом деле размеры обуви разные для торговых предложений. И сразу поймем, что на самом деле это просто торговые предложения, которые отличаются размерами. Можно здесь же вывести, например, картинки для анонса и поместить их вот сюда, к примеру. А, картинка для анонса здесь нет. Там, видимо, картинки галереи. Вот они, наверное, вот эти. Нет, и не эти. Где же там хранятся картинки? Не знаю. Надо зайти внутрь. А, а здесь и нет картинки. Вот так. В этом товаре просто нет картинок. А я-то ищу. Потому что картинка у них общая на весь товар. И она загружена вот здесь в галерею. А торговые предложения картинкой не отличаются и, соответственно, здесь не выводятся. Но в случае, если вы будете работать с товаром, который имеет разные отображения для разных для разных торговых предложений, в частности, штаны полосатый рейс. Сейчас мы в них сойдем. Так. То здесь уже есть отличия. Здесь вот загружен целый ряд картинок для каждого предложения. однако они отличаются. Видите, вот здесь и размеры, и цвета. И здесь они все представлены. Не очень удобно получилось отображение, поэтому я, пожалуй, уберу отсюда картинки и оставлю только одну. Вот. Так будет понятнее и удобнее. Вот таким образом вы можете настраивать. Давайте посмотрим, что вообще в товаре есть и что можно с ним делать. Во-первых, есть параметры, где вы, собственно, понимаете, что это за товар и можете добавить, например, набор или комплект. Если это тип товара, комплект, такие фишки тоже есть. Мы о них немножко детально сегодня не будем разговаривать, но у нас есть в планах вебинары, посвященные как раз различным вот таким нюансам. Собственно говоря, что мы можем выбирать? Различные вот эти вот блочки с вот эти квадратики, которые мы с вами видели. Давайте я открою, чтобы посмотреть сразу, как оно выглядит. В какой-нибудь зайдем в раздел. Здесь нет ничего. В платьях у нас были, кажется. Да, вот они, вот эти блоки. Они выбираются вот здесь вот из справочников. Вы можете выбирать, что там за блоки должны показаны быть. Доставка, поддержка. Видите, можно добавить еще один какой-то. И эти бренды, то есть эти блоки вы создаете в отдельном каталоге, так называемый high-load блок. Это пример использования этого функционала. Здесь вы можете это настраивать. Рекомендации установить, картинки загрузить, определить различные детали настроек, описание детальное, в том числе, вот описание, собственно говоря, самого товара. Его можно представлять как в виде кода, так и в виде просто визуального редактора. Работа с картинками, при этом обратите внимание, что работа с картинками возможно довольно детальная. вы можете с картинкой работать, например, добавляя описание или загружая сюда дополнительные картинки. У меня где-то были материалы. Сейчас какую-нибудь картинку найдем. Вот такую страшную. И загрузим ее. А, сюда нельзя. Давайте вместо нее загрузим. И редактор картинки позволяет нам сразу ее настроить под нужные размеры. То есть, например, я могу определить ее масштаб, могу выбрать какой-то участок картинки для того, чтобы было. Могу выбрать различные пресеты кадрирования, но в данном случае вот пресет у меня 200 на 200, и мы можем его пересохранять. То есть, например, определить, что у нас должен быть какой-то другой размер, например, вот такой. Я скажу окей, картинка обрежется, с этим все в порядке. Могу, собственно, переключить режим черно-белого, поставить сюда какой-то копирайт. вот ужас какой. Ну вот можно таким образом делать. Либо по-всячески отражать, ну то есть разные действия с изображениями вы можете производить, при этом в том числе и автоматизированные действия. Так, давайте отразим обратно, сохраним эту картинку, она у нас сохранилась и так далее. Есть целый редактор, который позволяет с картинками работать. При этом в случае, когда вы работаете с множеством картинок, вот, например, здесь это картинки галереи, здесь вы можете выбрать сразу несколько картинок и с ними работать по очереди. Вот так уже групповыми действиями, подогнав все, например, под одно действие. Вот у меня будет конкретно 200 на 200 и я с каждым с ними могу таким образом поработать. Это работа, собственно говоря, с товаром в области картинок. Дальше, следующий момент, который нужно показать, это работа с SEO. На самом деле, вы видите, что для товара определяются все метатеги, необходимые для SEO-продвижения и для правильного индексирования сайта поисковиками. При этом, эти SEO-теги сформированы сейчас автоматически. Мы с вами видим штаны, полосатый рейс, купить штаны, приобрести штаны и так далее. А описание идет. В магазине одежда плюс собран огромный каталог, где последняя роль, не последняя роль, это раздел штаны и полосатый рейс, представленный официальным дистрибьютором в России. В общем, такой вроде как бы человеческий текст на самом деле сформирован полностью автоматически. Вы просто создаете шаблон и указываете, что надо вставить название магазина, что надо вставить название товара, а остальное текст, собственно говоря, будет от себя. В различных цветах, ну и так далее. И это вы можете формировать самостоятельно, вот эти все шаблоны. В частности, например, если мне именно для этого товара, вот именно для этих штанов нужно сделать что-то по-другому, я нажимаю кнопочку «изменить» и могу здесь написать все, что угодно, используя различные переменные. Например, какие-то названия каталогов это будут и так далее. Взять различные переменные, которые будут подставляться, в частности, это название товара, название каталога, название магазина и так далее. Здесь огромное количество этих переменных свойств, например, там будет цвет, материал и так далее. Все это будет сюда вставляться, например, такого-то цвета. И вы можете под каждый конкретный товар это менять, а можете не менять, и тогда по этому шаблону будет создано для всех товаров каталога или раздела. То есть при настройке свойств раздела мы укажем, что для всего раздела вот по таким шаблонам должны быть сформированы. И действительно, Bitrix будет формировать вот такие описания для каждого товара отдельно. Делается это в частности один раз для всего каталога или для каждого раздела в отдельности. Управление рекламной Яндекс.Директ. Для этого потребуется авторизация. У нас будет отдельно на эту тему отдельный вебинар. Принадлежность к разделам. Кстати говоря, штаны можно разместить в нескольких разделах. И ничего страшного в этом не будет. Они будут появляться в разных разделах. И я зажал клавишу Command. Это на Mac или Control на обычном Windows. Ну и, собственно говоря, вы определяете, куда чего. После сохранения все эти данные будут сохранены и обновлены на сайте автоматически. Ну вот, собственно говоря, работа с каталогом и различные нюансы взаимодействия, настройки интерфейсов. Наверное, я показал основные вещи для начинающего, создающегося только интернет-магазина на 1SBittrex. Многие моменты, наверное, я еще не успел раскрыть, но, как вы видите, время уже поджимает, и надо передавать слово. Поэтому я отвечаю быстро на несколько вопросов и после чего передаю слово. Так. Можно ли в страницу вставить свой код, например, свой слайдер? Конечно, можно. Кстати, я вот это не показывал, а это делается очень легко. Вы, если на любой странице сайта, в частности, например, на главной, нажмите «Изменить страницу», вы увидите, собственно говоря, заголовки вот эти и компоненты, размещенные, отображающие те или иные функциональные возможности. При переходе в режим входа вы увидите, что это вот заголовок, ну и так далее. И сможете здесь вписать свой код для конкретной страницы, размещенной на конкретном разделе сайта. С товарами там надо быть внимательнее, но в целом по основным статическим страницам, конечно, можно. Где можно найти информацию по интеграции с платежными системами с любыми слюзами, принимающими оплатами через виза? Ну, через визу принимает оплату Яндекс.Деньги, например. Стандартные, установленные в пакете Яндекс.Деньги принимает. На самом деле, опять же, идя по настройкам, например, настройки мастер интернет-магазина и переходя к платежным системам, я об этом уже говорил, можно обратиться к документации и, собственно говоря, посмотреть платежные системы, примеры настройки, различных систем и так далее. Много деталей, связанных с этим. Можно ли изменить цвет кнопок, например? Ну, выбор цветовой схемы поможет изменить глобально цветовую схему при установке. Я об этом говорил. Там пять цветовых схем. Если нужно совсем свою, ну, надо уметь работать со стилями и понимать, что такое CSS HTML, найти место, где, собственно говоря, нужно поменять и так далее. Лучше для этого обратиться, конечно, к специалистам. Как работают уведомления о поступлении товаров? Да, в общем-то, автоматизировано. Там ничего такого сложного нет. Подписались, значит, придет электронное письмо, есть соответствующие шаблоны в настройках. В настройках вы можете найти в настройках продукта почтовые события, здесь есть шаблоны. Ну, и найти соответствующий шаблон, который отправляется покупателю при появлении товара. Так. Я часто добавляю товар в два раздела. Каждый день после выгрузки товары из второго раздела пропадают. К специалистам вам надо обратиться по поводу двух разделов и выгрузки. Это просто в структуре 1С, видимо, надо что-то поменять или какой-то обработчик появится на после. Это нужно специалистам по разработке как-то обратиться. Так. Можно ли в каталоге выводить колонки не по умолчанию и добавлять свои, например, потеки информации из других каталогов и инфоблоков? Если речь идет об админке, то частично можно устанавливать связи и делать соответствующие перелинковки между каталогами. А вот в публичке это будет чуть сложнее, там нужно дорабатывать компоненты под это. это уже работа как раз для для специалистов, наверное, чтобы отображать какие-то хитрые выводы товаров. Создание резервных копий и восстановление базы из копий. Ой, хороший вопрос, но давайте еще 2 минуты этому уделю, сейчас посмотрю пока дальше. У вас можно купить управление порталом по тропу планетфункции в сравнении цен различных интернет-магазинов? Нет, мы таким не занимаемся. Есть ли консультанты? Есть, вы можете позвонить нам на нашу горячей линии, конечно, не назвать, но да, по продукту могут проконсультировать мои коллеги из отдела продаж, но уверен, что на большую часть вопросов практического применения битрикса в конкретных ситуациях лучше всего ответят наши партнеры, то есть веб-студии, которые едят каждый день большое количество не будет конкретизировать животных на создании сайтов, настройки, доработки и так далее, решая конкретные задачи таких же владельцев магазинов, как вы. Еще об уведомлениях с почты понятно, как получать уведомления по SMS. Для этого нужно подключить специальный модуль, в Marketplace есть модули интеграции с SMS-ными провайдерами, дело в том, что для того, чтобы отправить SMS, нужно быть провайдером связи, мы не являемся таковым, поэтому не умеем отправлять SMS, но есть куча провайдеров связи, которые умеют это делать, и есть в Marketplace модули интеграции. По ключевому слову SMS вы там найдете несколько модулей, выберите того оператора, у которого тарифы вам больше понравятся и сможете использовать его в вашем магазине, пожалуйста, отправляйте SMS, будет точно так же, как почтовые события, никаких новостей здесь нет. Есть даже более простой способ, нет, он не простой, не буду, что-то мне в голову пришел какой-то странный способ сейчас. Так, обещал, последнее, что показать, это резервное копирование, делается довольно просто. Есть инструменты, здесь есть резервное копирование. Пункт создания резервной копии определяет, собственно говоря, как создавать резервную копию. В частности, можно включить автоматическое резервное копирование, это вот оно здесь регулярное, здесь мы определяем, с какой, тут пароль зашифрование, давайте я очень простой пароль введу, шесть символов. Этот пароль нужен, его знаете только вы, именно им шифруются данные. Ах, я же не смогу показать вам без лицензии. Да, ну ладно, тогда будет проще. У нас есть возможность делать регулярное резервное копирование, вы определяете здесь, каким образом происходит запуск. Можно использовать облачный сервер, например, наш, который будет дергать сайт и говорить им о том, что нужно сделать резервную копию, определяете, когда, с какой периодичностью, как хранить копии и так далее. Все это, собственно говоря, вы настраиваете здесь. Создание резервной копии может быть выполнено вручную, например, выбрали в папке сайта, нажав кнопку создать резервную копию, будет просто заархивирован сайт и помещен в папку сайта резервное копирование. Для того, чтобы восстановить из резервной копии, вам необходим скрипт восстановления, он называется restore.php и что-то, по-моему, он у нас доступен вот здесь, да, в списке резервных копий. Если вы резервную копию создали, она появляется здесь, и здесь же в списке резервных копий есть ссылочка на файл restore.php. То есть, если что-то случилось, у вас перестал работать хостинг, вам нужно восстановиться на другом или на том же, или все, короче, все сгорело. Вы берете этот файл restore.php, берете резервную копию, которая сохранена здесь или в нашем облаке, которое, кстати, отказоустойчиво и находится в суперзащищенных дата-центрах, тогда вам нужен будет только файл restore.php и при его запуске в чистом, собственно говоря, на чистом хостинге он проведет вас по мастеру восстановления резервной копии, который достаточно прост. Просто делаете и все. Так, на чем я закончу свой доклад? Это на вот таком слайде, на котором показаны мои контакты, по которым можно меня найти и поймать, попытаться помучать вопросами. На многие, в смысле, по электронной почте я отвечу вам запросто, в нетворке чуть сложнее, там зависит от моей загруженности. Так, в целом, вопросы задавайте либо мне, либо моим коллегам в отдел продаж, это тоже несложно, можно позвонить, телефонные контакты на сайте 1sb3x.ru всегда есть, вы сможете собственно с нами пообщаться. Но, опять же, говорю, что конкретные вопросы применения уже, наверное, нужно задавать непосредственно нашим партнерам, которые заняты тем, что, собственно говоря, работают с Bittrex'ом с утра до вечера и так, так, секундочку, и все знают лучше нас. Так, мне нужно сейчас перейти к вопросам, почему-то я их не вижу. сейчас я передаю слово Анастасии Лапиной, которая, собственно говоря, приступит к своему докладу, только вот мне нужно найти ее у себя в списке. Так. Нашел. Так, Анастасия, я переключаю экран. Сейчас, уважаемые слушатели, сейчас произойдет переключение, вы не пугайтесь, ничего не отключится. Так, Анастасия, скажите что-нибудь. Так, меня слышно? Да, слышно прекрасно. Добрый день. Я передаю слово и нахожусь здесь рядышком, никуда не убегаю. Если будут ко мне вопросы, задавайте. И, уважаемые слушатели, у вас тоже, если есть еще вопросы, которые вы хотите задать непосредственно мне, вы можете это сделать там же в вкладочке «Вопросы», я уже отвечу вам просто не голосом, а текстом непосредственно в интерфейсе программы. Все, спасибо, Анастасия, приступайте. Хорошо. Добрый день, коллеги, меня зовут Лапина Анастасия, я руководитель в обсуде «Первый бит» и мы поговорим о безопасном e-commerce проекте. Компания «Первый бит» это крупная международная компания и наша цель, цель нашего обсуде создавать не просто сайты, а эффективные инструменты для бизнеса и для развития вашего бизнеса. Мы очень требуем на то, что относимся к нашим клиентам и ориентированы на результаты. Мы специализируемся на создании, поддержке, развитии интернет-проектов, корпоративных порталов, крупных интернет-проектов. Более 100 клиентов уже доверили нам создание веб-проектов. Услуги, которые мы предоставляем это «Диджитал», «Диджитал маркетинг», «Брендинг». Более подробно можно ознакомиться на нашем сайте и узнать по всем услугам, которые, в общем, предоставляет наша веб-студия. Мы являемся золотым сертифицированным партнером «Одинас Битрикс», занимаем одни из первых мест в рейтинге разработчиков «Одинас Битрикс». В нашем штате более 32 сертифицированных разработчиков, а наша компетенция в интеграции с «Одинас Продуктами» не имеет равных на рынке. Тема сегодняшнего выступления — это «Безопасный e-commerce». О чем хотелось бы рассказать? Хотелось бы рассказать, как оценивать стоимость разработки интернет-магазина, как подбирать подрядчиков, как оценивать компетенции подрядчика, как сделать ваш e-commerce проект успешным, потому что при заходе на рынок вы видите множество количеств веб-студии, которые предлагают практически одни и те же услуги, но стоимость этих услуг может варьироваться от 15 тысяч рублей до полутора, до двух миллионов. И вы не понимаете, каким образом правильно выбрать основной собор на том подрядчике, который сделает ваш проект успешным. Почему именно «Безопасный e-commerce»? Потому что любой проект, который заходит в разработку, он может делаться абы как, а может получиться эффективный, успешный проект. Поэтому он называется «Безопасный», потому что он обезопасит ваш бизнес от провала. Первый вопрос, который мы хотели бы обсудить, это ценообразование в проект e-commerce. Как я уже говорила, вы приходите в маленькую веб-студию, говорите, вот у меня есть интернет-магазин, к примеру, детских товаров, и я хочу разработать, допустим, за месяц. Они говорят, окей, это стоит 50 тысяч рублей. Вы думаете, ну, как здорово, 50 тысяч рублей, сейчас мы за месяц сделаем эффективный интернет-магазин. В то же самое время вы отправляете в какой-нибудь лидер рынка и вам говорят, окей, это будет стоить 5 миллионов. У вас возникает вопрос, почему в одной студии 50 тысяч рублей, в другой студии 5 миллионов. Вроде бы один и тот же функционал. Словия одни и те же. Ну, студия одна маленькая, другая покрупнее, побольше, там, поопытней, но не может же быть такого глобального различия в стоимости. Но многие клиенты, которые к нам приходят, они, в общем-то, сталкивались с этой проблемой, поэтому хотелось бы ее обсудить. Значит, критерии ценообразования. Давайте вообще разберемся, как по правде должна образовываться цена вашего проекта, потому что вы должны, как покупатель, четко и прозрачно понимать, откуда выходит из стоимости вашего проекта. Первое, на что нужно смотреть, конечно же, это сложность решения. Сложность решения автоматически отражается на трудозатратах производящих сотрудников и объемах работ. Как вы понимаете, любая студия продает вам время своих специалистов, которые делают сайт. Это могут быть программисты, дизайнеры, верстальщики, редакторы, контент-менеджеры. И, обращая ваше мнение, что студия не продает вам время уборщиц, бухгалтеров, юристов, которые тоже работают в этой студии. Соответственно, трудозатраты у нас формируются только из производящих сотрудников. Каждый специалист на нашем рынке стоит определенную стоимость. То есть, час специалиста стоит определенных денег. Стоимость специалистов, которые выполняют вашу работу, могут варьироваться от, ну, современного рынка от 1000, да, допустим, до 3000 рублей, в зависимости от студии. Обращаю ваше внимание, что стоимость специалистов прямо пропорциональна их качеству. Ориентировочно средняя цена сейчас 2000 рублей за час специалиста. Соответственно, трудозатраты, которые тратятся на ваш проект в количестве часов, умноженные на стоимость часа, вот и ценообразование вашего проекта. Но очень важно понимать, что каждый специалист стоит по-разному. И если вам, к примеру, говорить в студии, что мы потратим 10 часов и каждый час будет стоить 2000 рублей. Нужно четко узнать, что за специалист будет стоить 2000 рублей в час и, ну, какие задачи вы будете выполнять, потому что не может быть такого, что только один специалист выполняет ваш проект. Каждый специалист стоит определенную стоимость. У программистов это одна стоимость, у дизайнеров другая, у вирсальщиков третья. И когда вам предлагают смету по проекту, нужно обращать внимание, кто и какие специалисты указаны в этой смете. Если вам вообще не указали специалистов, а просто сказали, что проект будет стоить, да, то и как. Сразу же нужно задумываться о уровне этой студии. Известность бренда репутация студий. Очень много студий сейчас. Я даже, честно говоря, не знаю, сколько. Мне кажется, ну, уже больше 100, 200, 300, 400, может быть, тысячи даже. По всей России можно набрать огромное количество веб-студий. Каждая из них известна в определенном сегменте. Репутация, ну, такое дело нарабатанное, в основном какие-то студии уже имеют плохую, хорошую репутацию или, допустим, зарекомендовали себя вообще как успешный интегратор на рынке. И к ним приходишь и говоришь, я хочу сделать сайт. Они говорят, 5 миллионов рублей. Окей, почему? Скорее всего, они берут за известность бренда и за репутацию студия. Возникает вопрос, а должны ли они брать деньги за свой бренд? Почему? Чем больше известность бренда, тем выше стоимость проекта. Ну, тут такой дискуссионный вопрос на самом деле, но на наш взгляд репутация студия это гарантия достижения результата. Крупные агентства с хорошей репутацией всегда, ну, или почти всегда доводят дело до конца. Они отвечают за результаты, за качество этого результата. А вот студент, сын знакомого, которого вам порекомендовали ваши, не знаю, друзья, с вероятностью 50%, а может быть, и меньше доведет дело до конца. Нужно ли вам это? То есть, вы, к примеру, приходите в одну студию, вам говорят, ну, мы там сделаем этот проект за два месяца, может быть, и не сделаем. Приходите в крупную студию, вам говорят, окей, этот проект, это вот столько-то дней, мы заключаем с вами договор и мы гарантируем результат. Поэтому, на наш взгляд, бренд все-таки, он должен брать определенную стоимость за свои услуги. Плюс, к тому же, бренд никогда не скажет, что мы будем делать сайт, там, допустим, без технического задания, или мы не будем оценивать риски. Бренд – это гарантия результата. Вы перед выбором. Как все-таки выбрать подрядчика и не ошибиться? Ну, есть несколько вариантов. Это, первое, спросить знакомых. Второе, это воспользоваться поиском, там, Яндексом, Гуглом. Третье, посмотреть похожие проекты. Что вот из этих трех лучше всего? Ну, на мой взгляд, это все-таки посмотреть похожие проекты. Вы смотрите похожие проекты на ваш, смотрите подрядчиков, которые их делали, лазите по их сайтам, смотрите, какие компетенции у них, сколько завершенных проектов, сколько уже живет студия. Примерно, если она живет 10 лет, а закончила только 4 проекта, это сразу же вопрос. Воспользоваться поиском. Ну, если вы забьете в Яндекс и веб-студию, у вас откроется огромное полотно результатов, и маловероятно, что топовые студии будут в первом списке. Спросите знакомых. Один знакомый, работая в какой-нибудь компании, знает там 5-10-го человека, но качество вряд ли вы сможете оценить, спросив знакомых. Потом, четвертый пункт, сайты фрилансеров в тендерной площадке. Фрилансеры. Это отдельная тема для разговора. Это больная точка всех веб-студий. Многие клиенты говорят, вы знаете, мне фрилансер сказал, что этот сайт можно сделать за 100 тысяч рублей. Ну, и сделает он его быстренько на коленке, и сам сделал все, и дизайн, и верстку, и программирование, и запустит его. Неизвестно, насколько можно верить таким людям, во-первых. Во-вторых, фрилансеры имеют такое свойство брать аванс и больше не возвращаться. Я думаю, что у многих людей, которые сталкивались с разработкой с фрилансерами, был такой опыт. По крайней мере, даже у меня лично был такой опыт, когда фрилансеры сливались вместе с проектом. Что очень неприятно, потому что вы уже потратили время, а время – это напрямую деньги. Если вы, к примеру, дали ему аванс, месяц ждали, а ничего не получили, это месяц ваших затрат, которые вы потратили, которые, достаточно неприобретенные прибыли. Даже вот так. То есть вы могли бы уже на месяц раньше запуститься, и ваш интернет-магазин принадлежит вам уже деньги. Но месяц у вас был простой. Вы можете его посчитать финансово и получите, на самом деле, очень большие цифры, которые вы потеряли. Рейтинги. Это один из самых, на мой взгляд, надежных способов для выбора подрядчика. Вы выбираете рейтинги, и рейтинги делятся сейчас на ценовые сегменты, к примеру, низкий ценовой сегмент, средний ценовой сегмент, высший ценовой сегмент. И вы в зависимости от своих финансовых возможностей сможете выбрать подрядчика, который будет реально, оптимально подходить, по крайней мере, под вашу цену. Какой еще совет могу дать? Ну, вы выбираете, к примеру, путь подбора подрядчика через рейтинги, открываете рейтинг, той ценового диапазона, который вам подходит. Берете, к примеру, пять понравившихся компаний и приглашаете их к себе. Коротко рассказываете о своем проекте, рассказываете о том, что хотите в итоге получить. Ну, и ждете, в общем-то, фидбэка от них. Если студия действительно хорошая, то, скорее всего, она не будет вам говорить, что мы через неделю вам подготовим коммерческое предложение. Если вам говорят, что через неделю, сразу же возникает вопрос, то, что вы, скорее всего, не в самом приоритете у этой веб-студии. Я считаю, что в течение двух-трех дней компания должна, как минимум, а, отреагировать, б, подготовить какое-нибудь, ну, не коммерческое, пока что, предложение, но какую-нибудь презентационную информацию о себе и договориться о встрече. Я вообще за личные встречи, я считаю, что если компания выезжает к клиенту, как минимум, она больше узнает о клиенте, она минимизирует свои риски на этапе предварительной оценки и она позволяет узнать бизнес, который будет работать. Так что выбираем несколько компаний, зовем их к себе на встречу, смотрим, может быть, кто-то вообще не приедет. То есть это сразу же будет показательно на том, что компания не хочет с вами работать и нужно ее просто вычеркивать из своего списка автоматически. Но те, которые приехали, если они приехали к вам сразу с коммерческим предложением, то, скорее всего, они не очень профессиональны, потому что невозможно подготовить коммерческое предложение по телефонному разговору, даже по email-переписке. Это очень плохая практика, когда вам подготавливают коммерческое предложение по email-переписке и по звонку по телефону. Ну, потому что вы не можете полноценно рассказать подрядчику своих желаний, а он не может полноценно их оценить. Так, когда вы получаете коммерческое предложение по телефону или через email, Это означает, что просто менеджер по продажам взял и наклепал его на коленке, ну, предварительно оценив. То есть это интернет-магазин, там какая-то интеграция, ну, пусть это будет 200 часов. Вам написали в коммерческом 200 часов, вы такие, ага, отлично, мы стоимость списываемся. Начинаем работу, и тут возникает, тут вылезает, там вылезает, здесь не узнали, здесь что-то там недооценили. И проект просто из вот этих 200 часов вырастает в 2000 часов. Это не очень хорошая практика, поэтому советую все-таки компании, которые предлагают вам сразу же коммерческие на первом этапе разговора отметать, ну, не думаю, потому что, вероятнее всего, вы не закончите проект такой компании. Коммерческое предложение – это все-таки результат совместного обсуждения. Вы общаетесь, вас консультируют, как минимум одна встреча. Вы должны полноценно посвятить подрядчиков свой бизнес и только после этого получать коммерческое. Окей, вы встречи провели, да, допустим, 5 компаний. Вы ждете после встреч коммерческое предложение. И вот я вам презентую чек-лист проверки вашего коммерческого предложения на создании сайта. На мой взгляд, это те 7 пунктов, которые должны присутствовать в любом коммерческом предложении. Если они не присутствуют, то, значит, нужно еще задуматься о том, выбирать этот подрядчик или нет. Первое – это четко сформулированная цель, задача, ожидаемый результат. Если нет целей, то мы не можем выявить задачи. Если нет цели и задачи, то никакого результата вообще речи не может идти. Если вам присылают коммерческое предложение, которое просто написано о компании и стоимость, ну, это смутно. Нужно, чтобы компания написала цель, задача, ожидаемый результат. Это означает, что она влилась в ваш бизнес и понимает, чего вы хотите. И если у вас на этапе коммерческого предложения происходит непонимание итоговых результатов, то надо либо дальше обсуждать с этой компанией проект, значит, она не до конца его поняла, а значит, она неправильно его оценила, ну, либо смотреть на других подрядчиков. Второе – полностью описана структура и объем работ. Да, это может быть сейчас звучит очень странно, полностью описано. Есть такое понятие, как список пожеланий клиента. Так вот, структура и объем работы – это отражение списка пожеланий клиента, формализованное. Мы, как специалисты, должны вас опросить и понять, какую структуру работ мы должны провести, и примерный объем. Потому что если нет структуры работ, плана работ, то мы не можем оценить проект. Третье – студия показала знания вашей компании. Ну, как я уже сказала, студия должна влиться в ваш бизнес. Если она не вливается в него, она его не понимает, то, скорее всего, эффективного интернетного магазина вы в итоге не получите. В КП есть ответ на вопросы, которые вы задавали. Обязательно задавайте подрядчикам вопросы. Потому что если вы не задаете им какие-то вопросы, они, ну, так, относятся к коммерческим предложениям не очень серьезно. Вы задали конкретные вопросы, а студия, в свою очередь, понимает, что она интересует вас как подрядчик, и если это порядочная студия, она обязательно даст ответы. И даже не просто ответы. Мы во многих коммерческих предлагаем еще ответы на вопросы и пожелания наши. Потому что мы, как специалисты, мы даем свое экспертное мнение по поводу проекта. Соответственно, вы задаваете вопросы, компания отвечает на этот вопрос, если не отвечают, плохо. Если отвечают, хорошо. Студия продемонстрировала профильный опыт. В коммерческом предложении обязательно должны быть примеры проектов, которые реализовывала студия по вашему профилю. То есть, если это интернет-магазин, ZOO, ZOO интернет-магазин, значит, у них должен быть, ну, если не такой же опыт, то как минимум похожий в резюме своем. То есть, в коммерческом предложении должны быть презентованы те проекты, желательно даже со ссылками, которые уже были реализованы на вашу тематику. Если они не были реализованы на вашу тематику, вероятность его у студии не было опытом. А доверите ли вы свой проект студии, у которого не было опыта? Ну, я бы не доверила. Шестое. Студия предоставила прозрачность метод-план выполнения работ. Я видела сметы многих студий. Многие из этих смет мне непрозрачны. Если бы я была клиентом, я бы никогда не заплатила по таким сметам. Смета должна четко, очень прозрачно показывать, сколько часов, сколько стоит каждый час и итоговая стоимость. Она ничего не должна скрывать от клиента. Не может быть такого, что вам говорят 5 месяцев и столько-то денег. Это неправильный подход. Нужно, чтобы в смете было показано. Программист – 100 часов. Стоимость часа такая-то. Верстальщик – 100 часов. Стоимость часа такая-то. Эта смета, по крайней мере, для вас прозрачна. И вы можете понимать, что компания от вас ничего не скрывает, во-первых. Во-вторых, она с вами вам дает не просто какой-то финальный срок проекта, а четко составляет план по вашему проекту. Что означает план, выполнение работы? Это может быть совершенно разным видом. Это может быть даже какая-то диаграмма Ганта. Это вообще в идеальном случае, если коммерческое продолжение состоит из диаграммы Ганта. Но, вероятнее, всего такого не получится. Но хотя бы какой-то Excel, в виде какого-то графика план работы должен быть. Или хотя бы дат, к примеру. Аналитику мы будем проводить с 1 по 15 число. А после проведения аналитики мы начинаем дизайн. Дизайн у нас занимает месяц с 15 по 15. Ну и поехали. И план выполнения работы какой-то примерный хотя бы должен быть. И вы должны видеть очередность выполнения работы. Потому что у некоторых клиентов, к примеру, можно запараллелить несколько процессов. Можно интеграцию выполнять параллельно какому-то этапу разработки. Или можно запускать проект поэтапно. О этапах разработки мы поговорим попозже. Студия честно указала риски. Вы как заказчик должны тоже понимать, что студия работает на вас. Она выполняет ваш проект. Но у нее есть определенные риски. Всегда они есть. Они есть на каждом этапе. Они есть на этапе аналитики. Они есть на этапе разработки. Риски могут быть двусторонние. Они могут быть с вашей стороны и с нашей стороны. С нашей стороны риск какой может быть как веб-студии. У меня заболел человек, заболел ведущий разработчик. У меня выпало из плана работы определенные работы. Это риски. У вас изменились условия. Вы хотите внести изменения в техническое задание. Или что-то мы не учли. Риски тоже риски. Каждый такой небольшой риск, он отодвигает выполнение проекта на определенный срок. Ни вам, ни нам это не в плюс. То есть все должны понимать, что чем раньше мы закроем проект, тем и вам, и нам выгоднее. И чем успешнее мы закроем этот проект, тем тоже и нам, и вам выгоднее. Вы получаете прибыль, мы получаем плюс к своему рейтингу. Но любая студия должна закладывать риски на непредвиденные ситуации, потому что непредвиденные ситуации точно будут. Если студия говорит, что она без рисков работает, значит риски включены уже либо в разработку, либо они их вообще не учитывают. Если они их не учитывают, значит, ну, плохая студия. Скорее всего, с ней не надо работать. Ориентировочные риски, вот, к примеру, мы закладываем 30%. Кто-то закладывает меньше, кто-то закладывает больше. Каждый страхуется по-разному. Кто-то там может сверху часы нагнать, кто-то может открыто рассказать о том, что они риски указывают. Вот моя политика такая, что если студия честно работает со своим клиентом, то она должна точно так же честно указать свои риски. Если риски указаны где-то там, заныканные в каких-то часах, то это уже не открытое взаимодействие, непрозрачное. Если оно непрозрачное, то, скорее всего, дальше оно будет еще непрозрачнее, еще хуже. Компетенции подрядчиков. Вот вы собрали КП. Вы, в общем-то, посмотрели, что они там вам подготовили. Но как вы будете оценивать тех подрядчиков, которые вы в итоге вообще выбрали? Прежде всего, вы должны посмотреть, что же они делали. Как минимум, они должны разрабатывать e-commerce проекты. Если у них нет ни нового e-commerce проекта, не советую с ними работать. Второе. Разрабатывали высоконагруженные проекты. Узкая сфера. Если вы понимаете, что ваш проект, во-первых, или крупный, или потенциально крупный, обязательно должны быть портфолио высоконагруженных проектов, желательно даже именитые. То есть бренды какие-то, реально посещаемые сайты должны быть уже у подрядчиков в своем портфолио. Третье. Предоставлять комплексный маркетинг интернет-проектов. Объясню, почему это важно. Вы же делаете проект интернет-своим магазином не просто так, не просто для того, чтобы он был, не просто потому, что захотел генеральный директор. Это инструмент для продаж. Это инструмент для развития вашего бизнеса. Если вы не будете продвигать и развивать свой бизнес, то ваш интернет-магазин никому вообще не нужен. Если веб-студия не просто разрабатывает проекты, но и производит комплексную маркетинговую аналитику, это означает, что и ваш подрядчик это понимает, что вы к нему пришли не просто так. И вы у этого же человека, у этих же подрядчиков сможете заказать себе еще маркетинг. То есть вы не просто сделали сайт, но вы уже работаете над его продажами. Да, некоторые имеют своих интернет-маркетологов, но давайте подумаем. Интернет-маркетолог, вы взяли одного человека, интернет-маркетолога, к себе, допустим, в штаб. Ну, он там что-то делает, получает какую-то зарплату. Опыт работы, ну, сколько у него лет? Ну, пять в одной студии, там, или в нескольких студиях. Но если вы обращаетесь к подрядчику, который имеет комплексный, да, маркетинговый отдел, то есть несколько человек в маркетинге сидит, это не один специалист, у них совершенно разный опыт. Это означает, что эти люди будут шире смотреть на ваш проект. Я не за то, чтобы не брать к себе людей в маркетинге, нет, безусловно. Это очень хорошо, когда есть свой маркетолог, но точно так же хорошо, когда у вашего подрядчика есть маркетинговый отдел, потому что они в случае чего могут вам помочь. Может быть, даже не на условиях каких-то там финансовых, да, может быть, просто при даже проектировании проекта вам помогут. Поэтому это всегда плюс, такой небольшой, но плюсик к подрядчику, опыт интеграться с ERP-системами. Если вы дальше хотите развивать свой проект, и даже если у вас еще пока что нет своей системы, там учет, нет 1С, нет какой-то ERP, ну, вполне возможно, что она будет, точнее, не так. Вы должны стремиться к тому, чтобы она была. И если ваш подрядчик не умеет интегрироваться ни с чем, и не имел такого опыта, скорее всего, ваш сайт будет разработан, ну, может быть, и с учетом, возможно, интеграция, но ваш подрядчик не поможет вам в этом. Ну, на мой взгляд, лучше проекты вести у одного подрядчика и потом развивать его тоже у одного же подрядчика. Длительные отношения – это всегда взаимовыгодно, потому что потом вам будут давать скидки, вы себе купили 1С, решили с ней интегрироваться. Вы уже разрабатывали у подрядчика проект, вам говорят, окей, мы вам делаем 10% скидку на интеграцию в 1С, потому что вы у нас разрабатывались. Приятно, приятно. Поэтому, на мой взгляд, подрядчики должны уметь интегрироваться, чтобы давать развитие вашему проекту. Компетенции подрядчиков разрабатывали адаптивные сайты. Сейчас без телефонов, без айфонов, без планшетов, ну, мы вообще никуда. И если ваш сайт не адаптирован под телефоны, скорее всего, ваш интернет-магазин лишается огромной доли потенциальных покупателей, потому что, если даже у вас есть, как к примеру, тот же самый интернет-маркетолог, вы сможете посмотреть, сколько людей к вам приходит с телефонов. Вы представляете, сколько клиентов вы можете потерять, если ваш сайт не адаптирован. Адаптация под мобильное устройство, это только, с одной стороны, кажется дорого. На самом деле-то это очень удобно и как инструмент для ваших продаж, потому что он помогает пользователю приятно пользоваться вашим сайтом. Поэтому, когда выбираете продаж, пожалуйста, посмотрите, сделайте ли они адаптивный сайт, и обязательно зайдите на них, потому что они могут писать, мы делаем адаптивные сайты. Заходишь на адаптивный сайт, на него смотреть страшно. Ну, надо проверять. Доверяй, но проверяй. Шестой пункт имеет опыт повышения конверсии интернет-магазинов. Ну, я уже сказала об этом, то, что нужно производить маркетинговую аналитику для повышения конверсии. Это все туда же. Седьмой пункт. Разрабатывали механизм триггерных ссылок. Давайте не будем останавливаться, потому что мало времени тоже к маркетингу. Восьмой. Проводят комплексную аналитику многоканальных последствий. Маркетинг. Маркетинг. Так, много маркетинга. Тут, в общем-то, тоже все понятно. Маркетинг – это залог прибыльности вашего интернет-магазина. Если подрядчик его делает, значит, вас ожидает успешный проект. А теперь поговорим о таком животрепещем вопросе. Маленькая студия, гигант в разработке. Где же у нас хороший продакшн? И что такое продакшн? Продакшн – это отдел разработки. В любой студии главный отдел, который работает над вашим сайтом – это продакшн. Это те люди, которые разрабатывают. Разработчики бывают разных уровней. Они могут быть начинающими, могут быть средними, могут быть ведущими. И в маленькой веб-студии, и в большой веб-студии могут быть хорошие разработчики. Это важно понимать. Что от размера веб-студии не влияет, не меняется качество ее сотрудников. Плюсы подхода в маленькой студии и в большой студии. В маленькой студии – это, конечно же, индивидуальный подход. К вам как клиентам будет бережное отношение. Они будут вас любить, скорее всего, и будут глубоко погружаться в ваш бизнес, потому что, вероятно, у них клиентов не так много. И тоже очень важно – прозрачность разработки. На мой взгляд, чем меньше разработчиков, тем проще ими управлять. Если в разработке всего лишь три человека, это гораздо проще управление. Это означает, что контроля над проектом будет больше со стороны месс-менеджмента. Поэтому в маленькой студии, конечно же, проще контролировать разработку. Большая студия. Плюсы, огромный плюс. Это комплексный подход. Если это большая студия, скорее всего, у них есть специалист. Отдельный. Фронт-энд разработки. Отдельный. Верстальщик. Отдельный дизайнер. Дизайнер адаптивного состояния. Data flow аналитик. Программист, к примеру, бэкэнд. Системный администратор. И много-много таких людей, которые выполняют небольшую свою роль и в своей совокупности дают комплексный подход к разработке вашего проекта. Плюс. Огромный плюс. Плюс еще большой опыт разработки. Обращаю ваше внимание, что большой не значит удачный опыт разработки. Если компания большая, это никто не обезопасивает от того, что у них есть провальные проекты. Очень внимательно подходите к выбору больших студий. Больших, ну я считаю, что большая это больше вообще, чем 30 человек. Там маленькая это вот где-то, ну где-то да, до 30. Большая студия до 30. И вы смотрите внимательно в их портфолио, потому что в большой студии, скорее всего, много было проектов, а в портфолио представлено только 20. Нужно очень внимательно узнать, какие же еще проекты выполняла эта студия. Кто знает, что там может скрываться за этим прекрасным портфолио. В портфолио никто никогда не добавил плохие сайты. С другой стороны, у маленькой студии тоже могут быть провальные проекты. Тут непонятно, где лучше, где хуже. По поводу продакшена. Ну, как я уже сказала, в маленькой студии проще управлять разработчиками, в большой веб-студии нужно смотреть и, ну, на мой взгляд, на их активность. Потому что в больших студиях очень многое зависит от того, во-первых, кто руководит отделом разработки, сколько человек сидит в разработке, какую активность они проявляют, как веб-студию, где они участвуют, в каких конференциях. Посмотреть элементарно даже на их группы там в соцсетях, посмотреть на социальную активность. Вы будете более-менее понимать, кто же в этой студии работает. Есть еще такой интересный момент, что многие веб-студии работают с подрядом. Скрытый подряд, открытый подряд. Есть разные варианты. Но вы можете прийти в большую веб-студию и оказаться в такой ситуации, что с вами работают не те разработчики, которые там сидят. И вообще, может быть, там только один разработчик, а все остальное выполняется на подряде. Вот в этот момент, конечно, происходит недовольство клиента. Потому что, ну как так, я плачу за бренд, я плачу за то, что вы крутые, вы большие, а над моим проектом работают пять человек в Рыкутске, ну, допустим, которые непонятно какого, вообще к этой компании никакого отношения не имеют, и, в общем-то, ну, непонятно какой компетенции. Юридически, что самое важное, может быть, ваша компания, которая разрабатывает твоем сайт, может быть, с ним вообще договор не заключила. И это такие моменты, о которых вообще практически никто не думает, когда выбирает компанию. Ну, выбираем бренд, берем у бренда, бренд работает. Да, вот вдруг там скрытый подряд, вдруг еще что-то. Как можно обезопасить себя от такой ситуации? Я не говорю, что подряд это плохо. В некоторых случаях, когда разработка находится удаленно, в партнерских отношениях, и компания очень сильно, ну, хорошо подходит к своей партнерке, тогда, может быть, это даже хорошо. Но это другой момент. Как узнать вообще, кто работает, реальные разработчики или скрытый подряд? Ну, скорее всего, вы не узнаете это на 100% никак, но можно попытаться. Как я уже сказала, нужно посмотреть социальную активность, приехать к подрядчику в офис, посмотреть, ну, может быть, вряд ли вас кто-нибудь пустит в отдел разработки, ну, по крайней мере, посмотреть на офис. Вы приходите, вы видите, там много людей, все, значит, ходят, общаются за компьютерами, разработчиков можно увидеть очень легко. И вы уже понимаете, что это реально работают люди, которые сидят в этом офисе, которые не сидят где-то в другом городе, не имеют никакой вообще ответственности. Вы видите, как идет ваша работа. А вы, к примеру, вам присылают коммерческое предложение компании, вы говорите, хочу к вам приехать. Они говорят, ну, мы там не можем, у нас нет времени, давайте мы к вам. Это первый звоночек к тому, что, скорее всего, эти люди либо все удаленщики, либо вообще работают с подрядом. Надо быть очень аккуратными, надо выбирать, даже если компания работает с подрядом, ну, надо смотреть, как она производит партнерские отношения. И вряд ли вам кто-либо, конечно, прямо скажет, кто работает над вашим проектом, но попытаться стоит. Мониторинг качества. Следующий момент. Мы считаем, что успешная веб-студия, которая реализует успешный ваш проект, e-commerce, обязательно должна иметь мониторинг качества. То есть, что они делают, что они оценивают? Они оценивают прежде всего удовлетворенность клиента. Клиент должен быть доволен своим проектом. Второе. Качество разработки проекта. Ну, такое субъективное качество, конечно. И сроки выполнения проекта. Это мониторинг качества должен сидеть именно в веб-студии и контролировать саму веб-студию. Она не должна контролировать каких-то там других или еще кого-то. Она должна контролировать саму веб-студию. Она должна звонить клиентам, узнавать, довольны ли вы, а все ли у вас в порядке. Контролировать сроки выполнения работы. Вот если мониторинг качества должен активизироваться не тогда, когда срок выполнения уже просроченный, а до этого момента. Напоминать о том, что руководителю проекта, о том, что у вас скоро подходит проект к концу. Расскажите, пожалуйста, как у вас происходит его в выполнении. Что делает вообще мониторинг качества? Он регулярно звонит в енке. Получает обратную связь. Как только заключили договор, мониторинг качества, делай звоночек, как у вас дела, все ли устраивает, все хорошо, какие там этапы, окей, окей, поболтали, закрылись. Закончился первый этап, аналитика. Мониторинг качества, снова делай звонок. Здравствуйте, все ли вас устраивает? И вот так вот по кругу, по каждому этапу. Если с вами обратная связь не делает студия, ну, скорее всего, у нее нет мониторинга качества. Вообще, вы можете спросить, есть ли он еще на этапе обсуждения коммерческих предложений? Если он есть, это огромный жирный плюс веб-студии. Потому что в таком случае есть, кроме того, что вообще есть контролирующий орган, но сама студия заботится о своем качестве. Но не все веб-студии, конечно, могут себе позволить таких людей. Даже если это хотя бы один человек, который контролирует, все равно это очень здорово. Второе. Контролирует сроки проектов. Это я уже сказала. Решает конфликтные вопросы. Ни для кого не секрет, что бывают конфликтные ситуации в проекте. Когда клиент, к примеру, говорит одно, а исполнитель говорит совершенно другое. В таком случае должна обязательно присутствовать третья сторона, которая решает эти конфликты. То есть вы не должны друг на друга орать ни в коем случае. Никто вообще не должен входить в конфликт. И мониторинг качества – это такая подушка, которая позволяет сохранить отношения с клиентами. То есть если клиент недоволен, он сразу же должен звонить в мониторинг качества и говорить, мне не нравится это, это, это. Что делает мониторинг качества? Он в свою очередь выставляет штрафные санкции или еще что-то, или еще что-то сотрудникам, которые должны бояться, я вообще опасался своего мониторинга качества. Таким образом, не происходит конфликтов. Точнее, если происходит, их количество резко уменьшается, потому что происходит такой сглаживающий момент за счет мониторинга качества. Ну, последнее, следят за высоким качеством оказания услуг. Это обязательно. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это аналитика в e-commerce. Есть множество проблем, ну, не множество, точнее, несколько проблем, которые возникают со многими клиентами нашими и не нашими. У многих веб-студии, мне кажется, есть такая проблема. Клиент приходит и говорит, аналитика нам не нужна, портотипы нам не нужны, и ТЗ тоже, это вообще все лишние затраты. Что за глупости вы говорите, какая аналитика? У меня просто сайт, у меня просто интернет-магазин, который надо просто сделать. Ну, на наш взгляд, аналитика нужна в любом случае, даже если проект очень маленький, на готовом, ну, ладно, на готовом решении нет, но маленький, небольшой интернет-магазинчик без интеграции, все равно аналитика нужна. Это залог безопасности и залог успешного проекта, потому что если не проанализировать, кто вы, что вам нужно, какие результаты вы ждете, если не нарисовать прототипы, а сразу же рисовать дизайн, то, скорее всего, дизайн вам не понравится. А почему правильно? Потому что вы не нарисовали, ну, вот как вы на бумажке рисуете, тут блок, там блок, вот здесь менюшка, вот здесь футер, а вот здесь я хочу, там, не знаю, большую-большую картинку, которая прыгает на весь экран. То есть если вы не нарисовали такой прототип, то дизайн вполне вероятно вам не понравится. А представьте себе дизайн, это не 2 минуты и, скорее всего, не 2 часа. Человек работает, платится за его работу. Если подрядчик берется рисовать дизайн без прототипов, значит, он берет на себя ответственность того, что дизайнер будет перерабатывать в 2, в 3 раза, откуда он знает, понравится ли вам дизайн. Это может вообще не понравиться. И придется перерисовывать, потому что элементарно даже блоки не на том месте находятся, прототипы обязательно нужны, потому что без них вы не сможете вообще даже представить, как ваш проект будет выглядеть. То есть аналитика и прототипы, они нужны для того, чтобы обрисовать костяк вашего будущего интернет-магазина. Обрисовав костяк, по крайней мере, вы будете понимать, что, ну, дизайн натягивает, дизайн будет примерно такой, там, пожелания будут, но вы точно уже узнаете, как будет выглядеть, ну, схематично ваш интернет-магазин. Многие клиенты говорят, ТЗ, не, 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 ребят, ТЗ мы писать не будем, это лишние затраты, в общем, 40 часов лишних, да вы с ума сошли, куда нам дорого, не будем работать по ТЗ, давайте без ТЗ. Мы с такими клиентами, к примеру, не то, что не работаем, мы предлагаем в таком случае взять готовое решение, потому что без технического задания нормальная студия работать не будет. Как так? Мы же договариваемся, мы пишем договор, значит, техническое задание обязательно должно быть. Так, доверьте аналитику профессионалам. Аналитика – это полноценный анализ бизнеса, его процессов, потребностей и целей. В свою очередь, когда, что такое аналитика? Это значит, наш аналитик, бизнес-аналитик, он общается с вами, он должен обязательно собрать те процессы, которые даже в вашем, может быть, маленьком интернет-магазине происходят. Это все равно есть какая-то особенность. Здесь у вас, к примеру, счета как-то выставляются не так, или здесь вам необходимо уведомлять клиента. И аналитика позволяет выявить вот эти все мелочи и все основные даже жирные процессы, которые у вас есть в бизнесе. Она выявляет потребности, что же вы в итоге хотите получить. К примеру, вы хотите начисление там бонусов, да, но зачем это нужно? Нужно разобраться, да, правильно ли? Цели, какие цели ставятся перед созданием этого интернет-магазина? Тоже возникает вопрос, и нужно четко написать, что же мы, на что же мы, что же мы в итоге хотим получить. Аналитика, это не означает, что мы там полгода что-то анализируем, нет. Аналитика может тратиться на аналитику 8 часов, и 80, и 800, зависит от проекта. Нельзя однозначно сказать, сколько будет стоить аналитика. Универсальной стоимости, в общем-то, нет. Все зависит от клиента, зависит от специфики, зависит от того, насколько клиент уже готов к нам. Там некоторые клиенты уже пишут сами ТЗ, а некоторые клиенты говорят, хочу сделать сайт. То есть надо тоже их различать. Прототипирование, ну, уже, как я уже говорилось, это инструмент реализации концепции будущего проекта. ТЗ. Что такое ТЗ? Прежде всего, это документ. ТЗ – это не просто бумажка, которую мы там зачем-то хотим с вами заключить. ТЗ – это документ, по которому вы будете работать с подрядчиком. Он описывает, он детально описывает все взаимодействия, весь функционал, который должен быть реализован в вашем интернет-магазине. ТЗ – это та вещь, на которую нужно потратить львиную долю своего времени. К ТЗ должны быть подключены аналитики, руководители проекта, разработчик – обязательно, потому что разработчик сможет технически обосновать каждую, к примеру, сущность вашего будущего проекта. Чем подробнее будет написано ТЗ, тем быстрее и проще пройдет ваш проект. Эта практика показывает уже не одного проекта. Если проект приходит с маленьким ТЗ, то там возникает целая куча проблем. Уточнение, добавление, еще что-то. Но если мы потратим время и напишем реальный документ, то вы скорее всего будете уже точно знать, когда же ваш проект вообще закончится. Что ТЗ гарантирует? ТЗ гарантирует результат, который описан в ТЗ. Нужно очень ответственно подойти к этому моменту. Когда вы пишете техническое задание с подрядчиком, вы должны описывать результат каждого пункта из вашего технического задания. Еще очень важно, что это не просто результат какой-то написанной бумажки, это результат, который прикрепляется в виде приложения к настоящему договору. То есть техническое задание нужно обязательно, чтобы оно было документом к вашему договору. Потому что в случае споров и вы, и подрядчик смогут решать их, ну по крайней мере в рамках технического задания. Но жизнь такая, что требования меняются. Разработка идет месяц-два, некоторых проектов год и два, и три. Но требования-то меняются. Вы как заказчик, у вас меняется бизнес. Бизнес никогда не стоит на месте. И мы это понимаем. Какие шаги нужно сделать, чтобы обезопасить себя в случае изменений? Для многих студий это очень критично, но нужно к этому относиться спокойно. Требования, конечно же, меняются. Значит, надо предусмотреть это, чтобы успешно закончить проект. Первое. Это возможность изменения дополнения ТЗ в договоре с подрядчиком. То есть вы в своем договоре должны, ну или в приложении обговорить то, что в случае изменения технического задания создаются, к примеру, дополнения к техническому заданию или уточнения к техническому заданию. В таком случае, если это описано документально, по крайней мере, вы останетесь в хороших отношениях с подрядчиком. Вы сможете добавлять какой-то функционал не в виде там смс-ки или email сообщения, а вы говорите, давайте мы с вами создадим уточнение к техническому заданию. Любой подрядчик к этому отнесется спокойно, хорошо, дополнение так дополнение. Просто оформляете это в виде документа. Вообще, на мой взгляд, нужно все взаимоотношения оформлять в виде документа. Ваши отношения должны быть документально строже, чем они есть на самом деле. То есть документы должны быть в порядке и четко по каждому дополнению изменений должен создаваться документом, потому что это обеспечивает, по крайней мере, юридическую прозрачность вашего взаимодействия. Вот. Аналитика и разработка по этапам. Дошли до этапов. Что это такое? Аналитика. Вот мы сделали аналитику на крупный проект. Проект длится год. На мой взгляд, это неправильно, что мы сделали аналитику на весь проект на год вперед. Ну, черт знает, насколько это правильно. Требование 100% изменится. Тут вообще гадалки не ходя, они изменятся. Что нужно в таком случае сделать? Надо разработку делить на этапы. И, на мой взгляд, этап не должен быть больше, чем где-то 160-200 часов, потому что это, ну, фактически, там, месяц-полтора месяца работы. Ну, может, чуть больше, 200 часов, да, там, примерно полтора месяца работы на одного разработчика. Может быть, там, когда два разработчика, часы изменятся. И этап, вот этот, должен быть аналитикой полностью покрыт. И когда мы приходим к следующему этапу разработки, мы можем пересмотреть нашу аналитику и техническое задание. Вот это правильный подход. Вы свою разработку делите на этапы. И анализируйте, производите техническое задание, к примеру, к первому этапу. Сделали аналитику, тезе, пошли, поработали. За период разработки первого этапа у вас уже обрисовывается желание, ну, и техническое задание ко второму этапу. И вот такими традиционными шажками вы сможете добиться, по крайней мере, результата того, который вы ожидаете. И вы сможете регулярно изменения свои какие-то вносить. Это очень здорово и очень удобно для и вас, и для нас. То есть, из двух сторон это взаимовыгодное отношение. Но никто не говорит, что в таком случае не нужно писать общее техническое задание. Мы можем написать общее техническое задание, в котором оговоривается, что вот данный этап будет иметь дополнительное техническое задание перед его началом. Это будет вообще замечательный и самый-самый лучший вариант взаимодействия, когда аналитика, тезе, пишется поэтапно. Готовьтесь к изменению стоимости проекта. Это очень неприятный для многих клиентов момент, но если вы изменяете какие-то условия, в техническом задании, конечно же, изменяется стоимость. Никто не говорит, что она вырастает. Она может или вырасти, или уменьшиться в зависимости от условий. Но нужно быть к этому готовым. Потому что ни за одну и ту же стоимость не могут выполняться работы с разными условиями. То есть если изменяются условия в виде технических заданий, то изменяется и стоимость. А если вам подрядчик не меняет стоимость, ну, может быть, вы с ним в очень хороших отношениях и в таком случае договорились так. Ну, а может быть, просто это говорит немножко об их профессионализме. Итак, мы, в общем-то, подошли к самому главному вопросу. Как же сделать проект свой успешным? Ну, безопасным, успешным. На мой взгляд, это вообще равноценные понятия. Потому что если вы обезопасны, значит, скорее всего, ваш проект будет успешным. Что же нужно делать? Коммуникация с подрядчиком – это залог успешного проекта. Но если вы, к примеру, начинаете какие-то работы, многие клиенты не очень хотят дальше взаимодействовать по непонятным причинам. Вы даете в работу подрядчикам свой проект и не контролируете его выполнение. Как такое может быть? Обязательно коммуницируйте. Пишите. Звоните. Встречайтесь. Обсуждайте. Смотрите результаты работ. Вы должны наметить не просто какую-то этапность работы или документальную этапность, вы должны наметить чекпоинты, по которым будете проверять работу. У каждого проекта это может быть совершенно разный чекпоинт. У кого-то каждые два дня, у кого-то раз в две недели. У кого-то раз в месяц. На мой взгляд, это уже слишком много. Раз в две недели – оптимально даже для крупного проекта. Даже если ваш проект будет длиться год, каждые две недели сверяйтесь с планом. Потому что эта сверка позволит вам успешно закончить проект и обезопасить себя, что подрядчик не стоит на месте, а работает, потому что если он стоит на месте, вы это сразу же заметите. Третье – это производить самостоятельное тестирование. Конечно, компании, подрядчики, веб-студии должны производить свое тестирование, но вы как клиент должны самостоятельно производить тестирование, потому что если вы его не производите, скорее всего, вы не знакомы со своим продуктом, который в итоге у вас получится, ваш интернет-магазин. Такого не должно быть. Не должно быть того, что вы знакомитесь со своим проектом, когда его закончили. Как такое может быть? Это неправильно. Вы должны знакомиться со своим проектом постоянно, понимать, как идет разработка, все ли там правильно сделано, а вот здесь вдруг не так, а уже сделали. Понимаете, то есть дальше будет еще хуже. Нужно сразу же предотвращать вот такие ситуации, когда что-то выходит из той клеви, в которую вы идете. Когда подводить итоги проекта? Отслеживать результаты надо регулярно, как мы уже сказали. А когда должна быть оценка результатов? Ну, на мой взгляд, надо оценивать свои результаты еще с момента первой коммуникации с подрядчиком. Если вы позвонили, вам нахамили, неправильно ответили, это уже оценка результатов. Когда вы сделали аналитику, да, а, к примеру, подрядчик на вас, к примеру, перестал с вами коммуницировать, в таком случае это тоже оценка результатов, это уже что-то идет не так. И вы должны постоянно оценивать то, как идет работа с подрядчиком. Если что-то пошло не так, подумайте, может быть, имеет смысл сменить его, пока не поздно, потому что день, два, три, месяц, год, оно идет, вы деньги теряете. Поэтому оценка результатов должна быть постоянная. Когда вы принимаете работу, вы должны тестировать, высылать список замечаний и проверять исправления. Невозможно закончить проект без замечаний, без исправлений, потому что если он закончен без замечаний и исправлений, значит, они выползнут в ближайшие полгода, гарантированно. Ничего в нашей жизни не делается идеально, тем более веб-проекты, которые могут быть там не все учтено. Поэтому, на мой взгляд, надо постоянно высылать какие-то замечания и исправления, тогда вы сможете действительно получить успешный проект. Какие вопросы нужно себе задавать? Когда, к примеру, вы закончили разработку, а вы сделали вообще успешный проект? Перед началом вы выявили критерии. Вы добились этих критериев? Все ли у вас в порядке? Разработка совершена на том ли качестве? Вам нравится дизайн? Вы вообще сделали проект, который хотели? Или получили совершенно другое? Под влиянием, к примеру, подрядчика? И второй вопрос. Вы довольны тем, что вы получили? Вот как раз на эти вопросы должна узнавать ответы мониторинг качества. На мониторинг качества подрядчика должно регулярно у всех предыдущих клиентов узнавать ответы на эти вопросы. Потому что, исходя из этого, уже понимается, насколько успешно, ну, вообще, насколько качественно делает подрядчик проекта. Ну, в общем-то, спасибо, руководитель. Вот в студии был с вами, Влад Анастасия. Если будут какие-то вопросы, пожелания, я всегда открыта, можете мне писать, звонить. Мои контакты находятся сейчас у вас на экранах. Надеюсь, что небольшой мой рассказ был полезен для вас. И вы закончите, начнете и успешно вообще получите свой готовый продукт, свой интернет-магазин. Выберите правильный подрядчика и не ошибетесь ни на каком из этапов разработки. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия.